Часть первая. Бабаджан Гафорович Гафоров и его труд. Бабаджан Гафорович Гафоров родился в 1908 году и умер в 1977 году. Выдающийся общественный политический деятель, крупнейший советский таджистский ученый, академик Академии наук СССР и Академии наук Таджистской СССР, член многих зарубежных научных обществ. Бабаджане Гафоровиче Гафорове написано много научных и публицистических работ. Поэтому ограничимся минимальными сведениями о его жизни и трудах. Его детство прошло в родном кишлаке из Писар Хаджинского уезда. Сейчас Ленин-Абадская область, Таджикская СССР. Отец его был садовником и железнодорожным рабочим. Его мать Розия Озот впоследствии стала известной поэтейсой. В детстве будущий академик Батра Челнобаев. Он оставался бы дихканином, как его отец и дед, но Великая Октябрьская социалистическая революция открыла перед способным и пытливым подростком иные пути. Он получает образование, становится комсомольским работником. Закончил в Москве Всесоюзный коммунистический институт. Здесь преподавали многие ветераны партии, работавшие с Владимиром Ильичем Лениным. Крупнейшие теоретики партии. И именно здесь Бабаджан Гафурович Гафуров получил прочный фундамент знаний в области марксизма-ленинизма, наук общественного цикла. Основательность и вместе с тем необычайные энергии отличали молодого партийного работника. Его назначают редактором республиканской газеты «Кызыл Таджикистан». Затем он начинает работу в аппарате Центрального комитета Компартии Таджикистана. После этого он возглавляет отдел печати Центрального комитета, заведует культурно-просветительским сектором. В 1941 году Бабаджан Гафурович Гафуров становится секретарем Центрального комитета Таджикской ССР по пропаганде и агитации. С 1946 года первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана. Бабаджан Гафурович Гафуров возглавляет партийную организацию республики целое десятилетие. Кроме того, он с 1952 по 1961 года являлся членом ЦК КПСС. Одновременно он неоднократно избирался Верховный Совет Таджикистана и Верховный Совет СССР. Он был депутатом Верховного Совета СССР с 1946 года по 1970 года. С трехлетним перерывом. Несмотря на огромную занятость общественно-политической работой, Бабаджан Гафурович Гафуров со второй половины 30-х годов уделяет все больше времени преподавательской и научной работе в области истории. К 20-летию революции в Бухаре он совместно с Николаем Николаевичем Прохоровым выпускает книгу «Падение Бухарского Эмирата». В 1940 по 1941 года он является аспирантом Института Истории Академии Наук СССР, а 11 апреля 1941 года защищает в этом институте кандидатскую диссертацию «История секты Исмаилитов с начала XIX века до Первой империалистической войны». В годы Великой Отечественной войны он пишет статьи и книги, посвященные героическим эпизодам в истории таджикского народа, народным героям. Постепенно накапливается материал для более крупного труда. Отчасти эти материалы были использованы в статьях, но Бабаджан Гафурович Гафуров все больше увлекала идеей создания обобщающей истории родного народа, в которой он мог бы осветить исторические судьбы таджиков на широком историческом фоне в тесной связи с историей других народов Средней Азии. Написание такого труда, учитывая исключительную занятость общественно-политической работой, являлось своего рода подвигом. С 1947 года под редакцией известного литературоведа Мирзоева в Сталинабаде вышла книга Бабаджан Гафурова «Тарихи Мухтасари Халки Тоджик» Чилди Якум. Через два года, в 1949 году, в Москве Госполитиздат издал русский значительно переработанный и дополненный вариант этой же книги под редакцией литературоведа Иосифа Самуиловича Барагинского «История таджикского народа в кратком изложении». С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции книга была сразу же раскуплена. Вскоре, в 1952 году, понадобилось второе, а затем и третье, в 1955 году, издание. В каждое из них вносились добавления и изменения. Было много откликов, в том числе печатные рецензии Садридина Айни и крупнейших в то время исследователей прошлого народа в Средней Азии Сергея Павловича Толстого и Александра Юровича Якубовского. За эту монографию Бабаджан Гафурович Гафуров в 1952 году была присуждена ученая степень доктора исторических наук. Во второй половине 50-х годов Бабаджан Гафурович Гафуров выдвинул идею создания многотомной истории таджикского народа. Это был коллективный труд, в котором участвовали ученые Академии наук Таджикской СССР, а также специалисты Москвы и Ленинграда. В 1963 по 1965 годы этот коллективный труд был издан в трех томах, в пяти книгах. Бабаджан Гафурович Гафуров был членом общей редакционной коллеги. Кроме того, он вместе со мной редактировал первый том с древнейших времен до V века н.э. И вместе с Александром Марковичем Беленицким второй том VI и XVI века. В то время это издание являлось наиболее детальным, строго научным изложением истории таджикского и других народов Средней Азии. По своему характеру оно было адресовано прежде всего специалистам, носило чисто академический характер. Мое знакомство и последующее сотрудничество с Бабаджаном Гафуровичем Гафуровым восходит к началу 50-х годов. 14 апреля 1951 году ЦК Компартии Таджикистана, Президиум Верховного Совета и Совет Министров Таджикской СССР приняли совместное постановление об учреждении Академии наук Таджикской СССР. Бабаджан Гафурович Гафуров был одним из членов учредителей Республиканской Академии. Другим членом учредителей являлся Александр Александрович Семенов, один из крупнейших советских востоковедов. Ему было поручено возглавить Институт истории, археологии и этнографии. Для организации археологической и нумизматической работы Александр Александрович Семенов рекомендовал своих ташкентских учеников, мою жену Елену Абрамовну Давидович и меня. Именно тогда мне неоднократно доводилось встречаться с Бабаджаном Гафуровичем Гафуровым, который не только живо интересовался исследованиями, но и посещал места раскопок. Когда готовилось третье издание истории таджикского народа в кратком изложении, он обратился ко мне с просьбой предоставить сводку новейших материалов по археологии и специально отметил это в книге. Сотрудничество продолжалось и после переезда Бабаджана Гафуровича Гафурова в Москву и начала его работы в качестве директора Института Востоковедения Академии наук СССР. На этом посту он оставался до своей смерти. Он скончался 12 июля 1977 года в Душанбе. Могила его находится в парке имени Садридина Айни. Приезжая в Душанбе, Бабаджан Гафурович Гафуров обязательно интересовался ходом научных исследований новыми археологическими открытиями. Встречались мы и на научных конгрессах, и конференциях в Москве и Ташкенте. В эти годы Бабаджан Гафурович Гафуров продолжает вести большую общественно-политическую работу и вместе с тем выходят его многочисленные труды по истории таджикского народа, по проблемам национально-освободительного движения, по столь близкой ему проблеме Ленин и Восток. Академия наук СССР избирает его своим членом-корреспондентом в 1958 году, а затем действительным членом в 1968 году. В 1966 по 1967 годах возникла идея нового четвертого издания истории таджикского народа в кратком изложении. Во время очередной встречи в Душанбе Бабаджан Гафурович Гафуров рассказал мне об этом и попросил посмотреть текст третьего издания и подумать, какие изменения понадобятся для того, чтобы книга была на уровне конца 60-х годов. Задача была нелегкой. Основное ядро книги было написано в середине 40-х годов. К моменту нашего разговора прошло 20 лет. И каких лет? Это было время бурного развития археологических, нумизматических и исторических исследований. На территории республики были начаты и проводились планомерные археологические раскопки. Для Таджикистана важны две вехи. Организация Сагдийско-Таджикской археологической экспедиции 1946 года и сектора археологии в Институте истории, археологии и этнографии 1951 года. Планомерные археологические раскопки проводились и в других республиках. Исключительно важными оказались результаты нумизматических работ, появилась многотомная академическая история таджикского народа, многочисленные издания исторических источников, а также монографии, сборников, целое море статей. Впечатляющими были и результаты работ зарубежных ученых. Мы откровенно обсудили сложившуюся ситуацию. Хотя история таджикского народа в кратком изложении была очень дорога Бабаджану Гафоровичу Гафорову, он и до нашей беседы понимал, что она уже в значительной мере устарела. Было два пути. Попытаться в очередной раз расширить изложение, кое-что уточнить, улучшить, залатать или же писать принципиально новую книгу. И Бабаджан Гафорович Гафоров принял радикальное решение. Писать новый труд, в котором сочетались бы достоинства и принципиальное направление прежней книги и академическая глубина разработки проблем, свойственные исторической науке 50-х-60-х годов. В новый труд, разумеется, могли быть включены отдельные тексты из третьего издания «Истории таджикского народа» в кратком изложении. Прошло почти пять лет напряженного труда, и рукопись легла на стол. Это был совершенно новый текст, который почти в три раза превышал объем предыдущей книги. Были использованы археологические, нумизматические, лингвистические, этнографические, антропологические материалы и, разумеется, вся совокупность письменных источников на древне- и средне-иранских языках. Греческие, латинские, китайские, индийские, сирийские, армянские, древне-тюркские, арабские, таджикско-персидские и другие языки. Контуры политической истории были дополнены анализом линий социально-экономического, культурного и этно-лингвистического развития. Культура рассматривалась во всем ее многообразии, включая материальную культуру, литературу, историю науки и философии, архитектуру и искусство. Должное место было отведено религия. Анализ закономерности развития приведен с позиции марксистско-ленинской теории. Именно поэтому в книге такое внимание уделено социальной и экономической истории, классовой борьбе, роли народных масс. Следует при этом заметить, что это было сделано в манере и с применением терминологии, характерной для нашей исторической науки конца 60-х годов и сейчас предоставляющимся в отдельных случаях излишне категоричными и жестковатыми. В книге самым широким образом использованы исследования зарубежных ученых – английских, французских, немецких, американских, японских и иранских. В этом отношении она далеко превосходит все другие сводные труды по истории отдельных народов Средней Азии. Это позволило ввести историю и историю культуры таджицкого народа в контекст истории и культуры Востока. Начиная с первой и до последней страницы, этот труд глубоко интернационален. Вся история таджицкого народа рассмотрена в русле связи, дружбы и братства с другими среднеазиатскими народами, особенно подробно с непосредственно соседом узбекским народом. Этот труд прекрасно полиграфически выполнен. Был издан в Москве издательством «Наука». Бабаджан Гафурович Гафуров, «Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история». Ответственный редактор Борис Анатольевич Литвинский, 1972 год. «Таджики». Сразу же завоевали высокие научные авторитеты необычайно широкую популярность. Впоследствии они были изданы на таджицком языке. С таджицкого перевода было сделано кабульское издание арабским шрифтом. С русского – польский перевод. Как уже подчеркивалось, книга «Таджики» несет зримый отпечаток исторической науки своего времени. В некоторых озадачивало то, что в книгу включены события, протекавшие на территории почти всей Средней Азии. Отчасть Афганистана и Восточного Ирана. Это объясняется специфическим характером этногенеза таджикского народа с одной стороны. Обширными размерами их исторической этнической территории и стремлением показать исторические процессы развития таджиков и их культуры не изолировано, а в самой тесной связи с историей и культурой других народов. Как сказано в предисловии, исследование истории таджикского народа помогает понять истоки традиционных связей среднеазиатских народов. Особенно тесно связаны таджики и узбеки – народы, сложившиеся на общей этнической основе. Культурные сокровища таджикского народа были достоянием узбеков, равно как и достижения узбекской литературы широко усваивались с таджиками. Древнейшая, древняя, а во многом и средневековая история этих народов очень близка, а нередко и идентична, причем развивалась она на одной и той же территории. Тем не менее сложились два народа, ставшие теперь таджикской и узбекской социалистическими нациями. Это положение в значительной степени распространяется на все народы Средней Азии. И именно поэтому в книге упоминаются или кратко характеризуются деятели и явления культуры, в том числе науки, связанные не только с таджиками, но и с другими народами Средней Азии и соседских стран. Изложение в книге доведено до середины XVIII века. Эта хронологическая граница принята условно. Дело в том, что предполагается второй том, в котором автор намеревался детально рассмотреть исторические процессы вплоть до Октябрьской социалистической революции, но не успел написать эти части. Во втором русском издании мы решили воспроизвести лишь полностью завершенные части, то есть изданный при жизни Бабаджану Гафуровичу Гафурову, текст первого издания. Вместе с тем следует сделать одну оговорку. Тираж первого издания книги таджики «10 тысяч экземпляров» оказался заниженным. Книга была мгновенно раскуплена. К Бабаджану Гафуровичу Гафурову обращались многие, предлагая переиздать книгу. Хотя окончательное решение не было принято, Бабаджан Гафурович Гафуров просил меня, как ответственного редактора, еще раз прочитать теперь уже печатный текст, устранить отпечатки, сделать необходимые редакционные уточнения. В середине 70-х годов я составил перечень таких уточнений. Они не затрагивали основной текст и касались лишь исправления некоторых дат, имен, уточнение библиографических данных, заполнение пропусков в нескольких случаях, уточнение формулировок. Бабаджан Гафурович Гафуров одобрил мои предложения. Все они внесены в текст второго русского издания. Со времени написания книги таджики прошло около двух десятилетий. Это были годы еще более интенсивных и углубленных исследований во всех областях исторической и смеженных наук. Особенно велик прирост новых археологических и нумизматических материалов. Их изложения и анализ потребовали бы объема соизмерного с объемом книги таджики. Поэтому я ограничусь предельно кратким освещением лишь некоторых из наиболее важных новых археологических открытий и исторических и нумизматических исследований. Часть вторая. Каменный век. За время, отделяющие нас от первого издания книги Бабаджана Гафуровича Гафурова, в области изучения Каменного века о Среднязии и особенно Таджикистане были сделаны новые открытия, в значительной степени изменяющие наши представления о времени первоначального заселения первобытным человеком этой территории. Здесь особо следует отметить заслуги Вадима Александровича Ранова. Это прежде всего открытие Вадима Александровича Рановым нового, ранее неизвестного варианта палеолита, лёсового апалеолита, связанного с мощными лёсово-почвенными разрезами Южного Таджикистана и обладающего рядом своих специфических особенностей. Благодаря исследованиям, приведённым Вадимом Александровичем Рановым, в 1973 по 1986 года была открыта серия нижнепалеолитических стоянок, впервые в истории изучения Каменного века Средней Азии, давших возможность обосновать при помощи целого ряда естественных наук их абсолютный возраст. Можно отметить, что в силу своих географических условий Южный Таджикистан, окружённый экраном высочайших гор Памира-Алая и Гендукуша, задерживающих пыль, выдуваемую ветрами из великих среднеазиатских пустынь, отличается мощным накоплением лёсов, достигающих 180-200 метров, что позволяет считать Южный Таджикистан наряду с лёсово плато Китая регионом наибольшего накопления лёсов на нашей планете. Лёсы перемежаются с полиопочвами. Почвы являются прекрасным консерватором археологических остатков, накапливающихся во время наиболее благоприятного для жизни людей климатического оптимума в результате многократного посещения поверхности формирующейся почвы первобытным человеком. В лёсах Южного Таджикистана раскопано три стоянки. Самая древняя из них стоянка Кульдара, Хабалинский район, датируется возрастом 750-800 тысяч лет. Здесь найдены отщипы из скребла, неустойчивой формы, преимущественно мелкие. Орудия отличаются минимальной обработкой и типологической аморфностью. Вторая по возрасту стоянка Каратауя-1, Яванский район, датируется возрастом в 200 тысяч лет. Индустрия в целом характеризуется как галечная. Заметное место занимает зубчато-вымчатая группа орудий. Наиболее распространены скребла и скребловидные инструменты. Лучшие образцы имеют ступенчатую с заломами ретушь, напоминающую мустьерскую. Оригинальными орудиями являются унифасы. Орудие вытянуто под треугольных очертаний с полностью обработанной одной из поверхностей. Стоянка Каратау-1 является стоянкой-эпонимом, особой культуры, получившей название каратауской. Близкой по возрасту, но более молодой является стоянка Лахути-1. Она расположена в том же районе, что и Кульдара. Здесь концентрация находок значительно выше, чем на Каратау-1. Лахути имеет возраст 130 тысяч лет. Индустрия Лахути-1 – это дальнейшее развитие каратауской культуры. Помимо описанных стоянок, в лесово-почвенных разрезах Южного Таджикистана имеется 30 точек, в которых сделаны находки каменных орудий. Таким образом, в Южном Таджикистане открыта галечная культура, которая уже 800 тысяч лет развивалась здесь автоктонно, образуя основы всего дальнейшего развития полиэлитических культур в этом регионе. Аналогия каратауской культуры обнаруживается, с одной стороны, в индустриях суанских памятников северо-западной Индии и Пакистана, и с другой – в памятниках лесового плато Китая, менее хорошо опубликованных. Однако наличие прямых связей между указанными регионами доказать пока сложно. Скорее, здесь имеет место конвергентное сходство, не связанное друг с другом исторически-полиэлитических культур отдаленных районов Азии. Чрезвычайно интересны работы, проводимые узбекскими археологами в Южной Киргизии, где ими раскопываются очень богатые археологическими материалами пещера Сель-Ун-Кур, расположенные на окраине города Хайдар-Кана. В пещере вскрыто пять горизонтов, содержащие археологические материалы и богатую коллекцию фауны. Индустрия отличается специфическими особенностями. Можно проследить определенные черты сходства в технических приемах и типологии с индустрией каратауской культуры. Но в Сель-Ун-Куре более четко прослеживаются более развитые технотипологические элементы, напоминающие мустьерские. Лурбек Асламов предложил датировать памятник возрастом, восходящим к 500 тысячам лет. Есть данные о том, что найденные здесь зубы человека принадлежат гому эректусу, что говорит пользу предложенной даты. Однако при этом остается много сложных проблем. Две монографии и одна обобщающая статья, посвященная мустьерским памятникам, опубликованы в Узбекистане. Главным образом, мустьерским памятникам посвящена и работа по геологии палеолита Средней Азии. Выдвинуто несколько теоретических положений, обосновывающих локальные различия особенностей индустриальных комплексов, хронологию памятников мустьерской культуры. Вадим Александровичем Рановым и господином Дэвисом выдвинуто предположение о миграции носителей мустьерской культуры неандертальцев в Среднюю Азию со стороны Ближнего Востока. Итак, прошедшие 15 лет – это время осмысления ранее полученных материалов, в результате чего появляются представления об особом среднеазиатском очаге развития мустьерской культуры в Евразии. То же самое происходит и в области изучения верхнего палеолита. В области мизолита продолжалось изучение ранее обнаруженных памятников. Значительным можно считать успех Александра Васильевича Виноградова, открывшего целый ряд мизолитических стоянок, характеризующихся присутствием микролитов геометрического типа, что, по-видимому, является фактом, подтверждающим представление о миграции племен носителей традиции, восходящей к мизолиту Ближнего Востока или диффузии этой традиции далеко на восток. Вместе с тем, к нашему времени все более и более четко оформляется представление о том, что в первой половине гала-цена в Средней Азии и прилегающих странах существует две группы памятников. Для одной – основой для изготовления орудий, который является кремень, свойственно применение микролитов геометрической формы. Это памятники мизолитические. Для другой, в которой орудия из кремня встречаются очень редко, свойственен набор инвентаря, совершенно лишенные микролитов геометрической формы. Это эпопалеолитические памятники. Они представляют автохтонную линию развития, тогда как мизолит – это отражение Ближневосточной традиции. Для пустынь Средней Азии, где уже 50 лет изучаются памятники кельтиминарской неолитической культуры, очень важны, опубликованные только в предварительном виде результаты раскопок стоянки Толстого и могильника Тумек-Кичиджик, осуществленные Александром Васильевичем Яноградовым. Они во многом обогащают наше представление о материальной культуре кельтиминарцев. В частности, обнаружен большой набор ранее плохо представленных костяных орудий. В Южном Таджикистане продолжается изучение горного неолита гесарской культуры. Открыто несколько сот новых пунктов с находками этой культуры в Яванском районе и на берегах Нурекского искусственного озера. Начатые раскопки интересного нового памятника сохранившимся культурным Кангур-Тута. Есть надежда, что и здесь удается зафиксировать самый конец существования гесарской культуры. Если выводы, которые были сделаны на основании первого года раскопок 1987 года, подтвердятся, можно будет говорить о том, что гесарский неолит доживает до конца II тысячелетия до н.э. и что гесарцы были ассимилированы пришедшими с запада земледельческими племенами Бронзового века. Часть третья. Энеолит и бронза. В Южной Трукмении к 1982 году было выявлено 27 энеолитических поселений. Многие из них детально изучены. На одном из них – Карадепе у Артыка. Произведено вскрытие обширного участка. Здесь выявлена застройка тесно смыкающимся друг с другом жилыми массивами, иногда отдельными друг от друга узкими улочками. Такой жилой массив включал до 20 помещений. Некоторые из них были с отопительными очагами. Наряду с жилыми были и хозяйственные помещения. Имелись и культовые участки со специфическими очагами. На поселении имелась прекрасная расписная керамика с изображением козлов, пятнистых животных, идущих птиц, орлов с распростертыми крыльями, терракотовыми статуэтками, мраморная фигурка быка и другие принадлежности. Не менее интересные результаты принесли раскопки другого поселения Геоксюра, где также имелись многокомнатные дома. Как и на Карадепе, они включали планировочные единицы, состоящие из жилого помещения с отопительным очагом и расположенного рядом подсобного помещения. Специальные помещения с очагом-алтарем выполняли функции домашнего святилища. Виктор Иванович Сарианиди детально изучил коллективные гробницы в виде кирпичной камеры с ложным сводом. По Энеолиту Южной Туркмении имеется много публикаций, принадлежащих его исследователям Бердеева, Вадима Михайловича Массана, Виктора Ивановича Сарианиди и Игоря Николаевича Хлопонина. Издан сводный очерк Энеолита Южной Туркмении. Эпоха Энеолита имеет особое значение в связи с тем, что именно в это время развиваются орошаемые земледелия, возникшие, собственно, даже раньше, в VI тысячелетии до н.э., в конце Неолита. Начальные этапы развития земледелия в Средней Азии были детально изучены Галиной Николаевной Лисицыной. Она исходила из того, что природные условия той далекой поры были во многом сходны с современными. Согласно ее разысканиям, древнейший этап земледелия VI и IV тысячелетия до н.э. характеризуется сочетанием багарных, то есть неполивных, и поливных методов ведения хозяйства. Поливное земледелие базировалось на одноразовом поливе. Устраивались во время паводков простейшие перегораживающие устройства или обвалованные участки. Позже IV и II тысячелетия до н.э. появляются растительные системы, хотя и простейшие по конструкции и небольшие по размерам, но предназначены не для одноразового, а многоразового полива. В дельте реки Теджен с помощью аэрофотосъемки удалось реконструировать рисунок древней гидрографической сети и искусственных каналов. В одном случае это были три параллельных канала, выведенные из дельтового протока. От каналов брала начало орычная сеть. Поля узкой полосой были вытянуты вдоль оросительной системы. И, наконец, к концу эпохи бронзы, начало эпохи железа. Второе начало I тысячелетия до н.э. Начинают сооружать крупные магистральные каналы с головными сооружениями и иногда имеющие водоподъемные устройства. Эти этапы развития ирригации соответствовали периодам в развитии земледелия. За истекшее время важным открытием ознаменовалось изучение эпохи бронзы. Племена первобытных земледельцев, населявшие Южную Туркмению, изучались с прежней, даже большой интенсивностью. В результате выявлены своеобразные варианты этой культуры. Один из них был распространен в юго-западной Туркмении, в частности, в долине Сумбара, где раскопаны Игорем Хлопонином могильники поздней бронзы с разнообразным и богатым инвентарем. Чрезвычайно важные материалы были получены Виктором Ивановичем Сарьяниди в Маргиане. Продолжались раскопки в подгорной полосе Капетдага, в частности, на Алтын-Депе Вадимом Михайловичем Массеном. Холм Алтын-Депе возник в Энеолите, толщина его на пластовании достигает 30 метров. Верхний слой эпохи развитого бронзового века 2300-1850-е годы до н.э. В это время поселение имело сложную оборонительную систему. Ее истоки восходят к предшествующему периоду, сильно варьирующую на различных участках. Главный въезд располагался на юге холма. Здесь стены достигали в результате неоднократных утолщений толщины 6 метров. Главный вход был по сторонам фланкирован двумя башнями-пилонами. На территории поселения раскопаны несколько участков. На севере находился участок, где концентрировались помещения, в которых проживали люди, занимавшиеся ремесленными производствами, главным образом гончарством, жилые массивы имеют многокомнатную скученную планировку. Крошечные помещения и дворики. По соседству располагались обжигательные керамические печи. Близки по планировке и другие массивы рядовой застройки. Там встречаются комнаты с тщательной отделкой. В некоторых случаях вычленяются отдельные комплексы, в состав которых входили хозяйственные дворики, часто с очагами, и несколько помещений жилых и хозяйственных. В помещениях, в углах домов, в ямах часто делали захоронения детей в возрасте до одного-двух лет. Имелись и захоронения взрослых, часть их в превращенных в гробниц помещениях. Состоятельная верхушка общества проживала в центре восточной половины, квартал знати. Здесь находился дом вождя с центральным помещением три с половиной на пять метров. Помещения были построены с большой тщательностью. Характерно четкая планировка уличной сети построек, видимо, проводилась предварительная разбивка. Здесь был найден клад вещей, в который входили импортные вещи, в том числе изделия и слоновые кости. В комплекс входило четыре гробницы с коллективными захоронениями и богатым инвентарем. В юго-восточной части поселения располагался культовый центр, который пережил несколько периодов перестроек. Он состоял из многоступенчатой башни. В древнейший период имела по фронту 21 метр. Ориентирована с севера на юг. Сохранилась на высоту 6 метров и состояла из остатков четырех ступеней, декорированных трехступенчатыми в плане пилястрами, погребального ансамбля, усыпальница-святилище, группы хозяйственных построек и дома жреца. Конечно, это уже не обычное поселение, а протогород. Ступенчатая башня, напоминающая Зикурат, позволяет наметить связи с архитектурой Древнего Востока, в частности, Месопотамии. Перекликается с находками в Месопотамии Ур-Хафадже, Алтын-Депинская золотая и инкрустированной бирюзой головка быка. На связи с протоиндийской цивилизацией указывает находка двух печати протоиндийского стиля. Ярким памятником протогорской цивилизации более позднего, после расширения Айкумены, южно-туркменистанских племен на восток, является бактерийское поселение Саполитепа, Южный Узбекистан. Саполитепа до уроскопок имел вид небольшого холма, вытянутого с востока на запад площадью около 4 гектар. В центре его построена квадратная в плане крепость 82 на 82 метра. Сложные конструкции. Выявлено три строительных периода. Не входя в детали, общая планировка была следующей. Собственно, массивная толщина 1,7 метров. Параллельно ей снаружи, с выступом с каждой стороны, было по два коридорообразных отсека со столь же массивными стенами. Вход в них изнутри, поселение через проемы в обводной стене. Длина этих помещений 26-36 метров, ширина 3 метра. Пространство между обводной стеной и этими отсеками занимали Т-образные помещения с входами снаружи крепости. Входы в них являлись ложными входами в крепость, а сами эти помещения своеобразными ловушками. Внутрь крепости вел один ход. В середине южной стороны от этих ворот внутрь крепости вела широкая магистральная улица, от которой в стороны отходили узкие тупиковые улочки, которые подводили к обводным отсекам коридором. Система улочек разбивала всю застройку на 8 комплексов, состоявших из жилых и хозяйственных помещений и мастерских. Жилые комплексы состояли из одно-, двух- и трехквартирных домов. Если в доме было более одной комнаты, то одна была жилой с очаговым камином, другая – хозяйственной. Третья – производственного назначения. В каждом квартале имелись керамические и обжигательные печь. В помещениях на улицах имеется множество погребений. Вскрыто – 138 погребений. Почти все они подбойные или катакомбные, большинство – одиночные. Крепость Сап-Алитепа безусловно была построена по единому плану. Четкость общей планировки свидетельствует, что был распланирован не только внешний обвод, но и основные элементы внутренней застройки. В дальнейшем эта четкость была нарушена перестройкой. В частности, были застроены обводные коридоры, ловушки появилась застройка вокруг крепости, фортификационное значение которой постепенно упало. Подсчеты показывают, что в самой крепости проживало в разные периоды до 60 семей, не более 320 человек. Они занимались главным образом орошаемым земледелем, а также скотоводством и охотой. Кроме того, они были умелыми ремесленниками, гончарами, металлистами. Члены общины различались различными социальным и имущественным положениям. Датировка Ахмадали Аскаровича Аскарова 1700-1500 гг. до н.э. Заслугой Ахмадали Аскаровича Аскарова является исследование Джар-Кутана, огромного комплекса, включающего некрополь и поселения. На последнем обнаружены фундаментальные сооружения, среди которых выделяются два. Одно интерпретируется раскопщиком как дворец, другое как храм. При работах советско-афганской археологической экспедиции на севере Афганистана Виктором Ивановичем Сарьяниди в Дашлинском, Фарукабадском и Пичканском оазисах открыл целую серию поселений эпохи поздней бронзы. Дашлы-1 представляет прямоугольную крепость со сплошной внутренней застройкой. Она введена мощной до 4 метров толщины стеной с массивными башнями на углах и полуовальными башеками вдоль стен. На Дашлы-3 вскрытый храм круглой формы с круглой обводной галереей, снабженной девяти башенками. Это центральное ядро громадного комплекса концентрической структуры. Памятники этого Крута были обнаружены и в Южном Таджикистане. Вначале были обнаружены могильники. Большая группа их располагается в Бешкентской долине, в Нюзовьях Кафернигана, в Нюзовьях Вахша и Кизыл-Су. Позже были раскопаны могильники и в Гесарской долине, и в других местах. Сразу же были выделены две круганские культуры Башкентская и Вахшская. Характер погребального обряда и погребальный инвентарь этих двух культур имеет значительное различие. В частности, в бешкентских погребениях применялось трупосожжение. Для характеристики верований важно наличие культа огня, связанного за упокойным культом. Племена, оставившие могильники в Нюзовьях Вахша, Кафернигана и Кизыл-Су, вели скотоводческий образ жизни. Открытые могильники земледельческого населения. Один из них находится в Гесарской долине, могильник Тандериол, на левом берегу реки Каратак Турсунзадевском районе. Здесь раскопано три с половиной десятка могил, отмеченных каменными выкладками или отдельными камнями. Конструкция погребений простые ямы овальной или округлой формы. Встречаются ямы с подбоем и ямы со спуском. Способ захоронения трупа сожжения редко частичное захоронение. Погребенный лежит в скорченном положении на боку, головой на северо-восток или юго-восток. Зафиксированы кенотафы с антропоморфными изображениями из необожженной глины. Отмечены случаи нахождения угля на дне могилы и обожженности костей скелета. На черепах встречаются следы красной охры и имеют место деформации черепа после смерти. Антропологические погребенные относятся к европиоидному восточно-средиземноморскому типу. В могилу кладется от одного до девяти сосудов, миниатюрные металлические предметы, украшения из камня и металла, скульптурные изображения из необожженной глины. Из поселения охарактеризуем конгуртут. Памятник расположен в горной долине около кишлака Конгуртут Дангаринского района. За ложи семь раскопов. Общая площадь поселения 500 на 250 метров. Мощность культурного слоя от 0,5 до 2,5 метров. В некоторых случаях под слоем бронзовика залегает слой гесарского неолита. Открыты террасные дома с каменными основаниями стен, хозяйственные помещения, печи и тонуры, зерновые ямы. Керамический материал подразделяется на три класса. Круговая керамика 53%, лепная 46% и так называемая степная посуда со штампованным орнаментом 0,2%. Из бронзовых вещей встречаются ножи-серпы, двулезвенные кинжалы, шилья, пуговицы. Отмечены находки литейных форм. Каменные изделия представлены пистами, ударниками, зернотерками. Из других предметов найдены прясла, каменные бусы, глинянные, антропоморфные и зоаморфные фигурки. Открыты отпечатки зерен голозерного и чменя и пшеницы. 52%. В остеологическом материале принадлежит крупному рогатому скоту мелкий рогатый скот составляет 19,5%, лошадь 19%, осел 5,6%, встречаются кости верблюда 2,6%, оленя 1,3% и собаки. Нижняя хронологическая граница поселения определяется кончарной керамикой, близкой финальным памятником саполинской культуры малолинского этапа. В верхних слоях поселения найдена керамика типа Яз-1, позволяющая приблизить верхнюю границу существования памятника в эпоху Бронзы к самому концу 11-го тысячелетия в начало первого тысячелетия до н.э. Могильник Хангуртут находится в 200 метрах к югу западу от поселения на высоком склоне. Открыто 58 погребений. Все могилы за исключением одной кинотафы. На древней поверхности иногда сохраняются надмогильные камни. Встречаются простые ямы и ямы с подбоем. Способ захоронения трупоположения в скорчечном положении на боку. Все кинотафы с погребальным инвентарем. В некоторых случаях кладутся глиняные антропоморфные фигурки из необожженной глины. В могилу помещали от двух до девяти сосудов. Миниатюрные бронзовые предметы отмечены находки костей животных. Материал могильника соотносятся с находками на поселение. Кроме того, известные населения Тегузак, Бараки Курут, Карим Берды в совхозе имени Кирова наряду с массивным пучком связи с ополинской культурой выявляются связи со степными культурами Андроновского круга, а также с бешкентской культурой. Памятники эти сейчас активно исследуются Наталье Матвеевны Виноградовой и Людмилы Терентьевны Пенковой. Исключительно большое значение имеют исследования поселения Саразм в долине Зеровшана в 15 километрах к западу от городища древнего Пиджикента. Ранее предполагалось, что долина Верхнего Зеровшана зона распространения культур степного круга. Но и здесь картина оказалась несравненно более сложной. Обнаруженное поселение состоит из десяти всхламлений общей площадью около 90 гектар с учетом распространения случайных находок. Открытое местным жителям оно с 1977 года успешно исследуется Анатолием Ивановичем Исаковым при участии французских и американских археологов. Выяснилось, что начиная с 4 тысячелетия до н.э. то есть с эпохи Энеолита в долине Зеровшана существовало хозяйство осеяло земледельческого типа по своему характеру однотипное с хозяйством других раннеземледельческих цивилизаций. Для Саразма характерны очень высокий стандарт культуры, прекрасные постройки из сердцового кирпича, наличие монументальных многокомнатных сооружений. Саразм пришел в упадок к середине 2-го тысячелетия до н.э. Происхождение культуры Саразма следует искать в Южной Туркмении и Северо-Восточном Иране. Вместе с тем ряд связей указывает на Белуджистан. Прия из столь отдаленных мест жителей Сарезма трудно судить о языках населения Юго-Средней Азии в те отдаленные времена в третьем начале 2-го тысячелетия до н.э. Ряд советских ученых Толстов, Литвинский и Массен высказали гипотезу о том, что территория распространения протодравистского языка, на котором, очевидно, говорило население харапской иначе протаиндийской цивилизации, охватывала в четвертом начале 2-го тысячелетия до н.э. и значительную область Средней Азии, смыкаясь в Иране с ареалом эламских по языку племен. О таком распространении протодравистского языка свидетельствует наличие дравистской по языку этнической группы Брагуи. Браун в северном Белуджистане много севернее основной части дравинов, то есть ареал дравитских племен был когда-то много севернее. О северных границах этого ареала свидетельствуют дравида-фино-угорские связи. Контакты носителей этих языков можно реально представить лишь в случае заселения дравитскими по языку племенами территории Средней Азии, если не всей, то хотя бы частью. Новый аргумент и новый стимул в разработке этой гипотезы дало обнаружение французскими исследователями на юг от Амур-Дарьи у южной границы Средней Азии и Афганистане поселение Шортугай, где была обнаружена фактория харапцев. Разумеется, этим не ограничивались языки населения Средней Азии. Во втором тысячелете до нашей эры здесь появляются носители протоиндийских языков. Где-то в первой половине или середине второго тысячелетия до нашей эры в северо-восточной части Средней Азии появляются носители еще одной группы индоевропейских языков прото-тахары. Конкретные контуры этих этнолингвистических процессов остаются неизвестными. Итак, в недрах бронзового века появляются зачатки новой культуры, которую можно назвать протогорской. Все охарактеризованные высшие протогорода не развились в подлинные города, а прекратили свое существование, но они являлись правоизвестниками последующей более чем полутора-тысячелетней истории среднеазиатской урбанизации. Отдельные очаги протогорской цивилизации существовали и за пределами южной зоны многосевернее. Важнейшим является поселение Саразом между Самаркандом и Пиджикендом. Возникновение таких очагов обязано племенным передвижением и импульсом, идущим из южной зоны. Значительная часть центральной и северной зоны Средней Азии и прилегающей части Казахстана были заняты племенами, принадлежащими кругу племен степной зоны. Степные просторы Казахстана и Сибири от Приуралия и на восток до Минусинской Котловины были заселены андроновскими племенами, культура которых оказала самое непосредственное влияние на среднеазиатские племена. К западу от Андроевских в северном Прикаспии и Поволжье и западне находились близкородственные андроновским племенам срубной культуры. Вдоль северного и восточного берега Каспийского моря они продвигались в Среднюю Азию, достигая юго-западной Туркмении. В Семеречье жили племена семереченского варианта андроновской культуры. В Приоралия была распространена тазобагябская культура. Поселения этой культуры включали от двух, трех до полутора десятков домов. На поселении Кокча-15 обнаружено 12 домов. Часть из них располагалась кучно, другие на значительном расстоянии. Обычно дома имели характер прямоугольных полуземлянок площадью 80-85 квадратных метров со входом коридором. Особо следует остановиться на духовной культуре жителей Юга-Средней Азии эпохи развитой и финальной бронзы. Для этой эпохи характерны появления крупных культовых центров. Примерами могут служить культовый центр Алтын-Депе, круглое сооружение Дашлы-3, храм Джаркутана. При сохранении домашних и родовых культов намечается процесс их концентрации в культы более крупного порядка, культы целых племен и объединений племен. Космическая соотнесенность крупных монументальных построек Дашлы-3 Саполитепа четко выявляется в их плане и свидетельствует о сложном символическом значении даже профанических построек. Еще более наглядно это выявляется в культовых постройках, о некоторых из них мы упоминали выше. Раскопки в 1983-1986 годах монументального комплекса Тагалок-21 в Маргиане осуществленное Виктором Ивановичем Сарьяниде выявили культовое здание, состоящее из трех частей. В центре своеобразная крепость с мощными обводными стенами и угловыми башнями, внутри которой идет сплошная поразительно регулярная застройка, состоящая из двух частей парадной и подсобной. Все помещения парадной части сохранили интерьеры, покрытые белоснежной гипсовой обмазкой, в несколько слоев. В центре парадной части располагается внутренний дворик с обводными коридорами, явно сакральная часть всего комплекса. Между парадной и подсобной частями находится помещение, где происходил процесс приготовления опьяняющего галлюцогенного напитка. Доказательством тому служит анализ органических остатков из сосудов этого помещения, содержавших микроскопические веточки эфедры и мага. Крепость была огражена почти квадратной стеной с башнями по углам и периметру стен. Вдоль западной стены в цепочку располагаются узкие кельи. Третья внешняя стена также с башнями сохранила алтарную площадку и площадку с платформами и огненными камерами, в которых горел огонь. Общая планировка Тагалок-21 не имеет прямых аналогов, и лишь по трехчленному внутреннему делению может быть сопоставлен с овальным храмом Хафаджи в Месопотаме. Хронологическая его предотвежность к рубежу II тысячелетия до н.э. и общий характер находок культовые сосуды, миниатюрные колонки, каменные терки с остатками мака. Дают право считать, что в храме совершались культовые возлияния и существовал культ огня. Не исключено, что Тагалок-21 является первым из известных на далеком мире. Обнаружение в афганском Сейстане в Агадаришах скопление большого количества миниатюрных колонок, известных в таком количестве еще только в Тагалок-21 может указывать на существование в Сейстане подобного храма с такими же культовыми церемониями. В свою очередь, Сейстан выделяется многими, хотя и не всеми, лингвистами как место наиболее вероятной родины, зороастризма и, вероятнее всего, Авесты. Неопубликованные результаты раскопок 1987 года нового памятника Тагалок-1 в Марьяне дает право считать, что наряду с кафедральными соборами типа Тагалок-21 существовали провинциальные храмы, рассчитанные на отдельные оазисы или даже предназначенные для нужд отдельных крупных поселений. Символика мироздания реализовывалась и через культовые предметы изображения — бык с астральным символом из Алдын-Тепе, изображение змей на статуэтках и печатях. Увеличение доли мужских статуэток свидетельствует о постепенном изживании примата культа богини-матери, свойственного земледельческим культурам эпохи. На передний план выдвигаются мужские изображения и божества. Большую роль играет заупокоенный культ, нередко связанный с культом огня. Часть 4. Поселение раннеклассового общества Изучение поселения раннеклассового общества резко продвинулось. Лишь на территории Бактрии, по подсчету Анатолия Сагдулаевича Сагдулаева, зарегистрировано около двух с половиной сотен поселений первой и половины первого тысячелетия до нашей эры. Так что в Бактрии того времени были крупные города, было известно и раньше. Представление о северо-бактрийском городе того времени дает Кызыл-Тепе Сурхандаринская область. На месте существовавшего в восьмом и в седьмом веках поселение здесь в шестом веке возникает город. Он прямоугольной формы, площадью около 30 гектар. Форматификация состояла из городской стены, толщиной в основании 10 метров. Характерно наличие в одном из углов города цитадели. Для этого времени известны круглые в плане с внутренними помещениями башни в стенах имелись бойницы. Характеры оселения оазисны с выделенным центральным поселением. Иногда постройки укрепленных поселений возносились на высокую платформу постамент Кучук-Тепе. Представление о планировке дает усадьба Кизыл-Ча-6, квадратное здание с выходом в примыкающий с юга двор. Здание имеет вид двора 16 на 16 метров с помещениями по периметру внешней стены. Постройки связаны с двором проходами. Позже в Ахименинское время появилось огромное общественное здание. Их облик проясняется в результате раскопок Виктором Ивановичем Сорианиде в Южной Бахтрии. Им был в частности раскопан летний дворец Алтын-10. Это прямоугольное здание 80 на 55 метров, состоящее из двух сомкнутых прямоугольных частей. Между ними амфиладная полоса помещений. Каждая половина это двор окруженный колоннами и на кирпичных основаниях это колонные портики. Во внешних углах двора по квадратному помещению с опорным столбом неподалеку раскопан зимний дворец. Это квадратное здание 36 на 36 метров с центральным двором окруженным по периметру многочисленными по преимуществу мелкими помещениями. В двух угловых помещениях покрытие покоилось на колоннах. Отдельные помещения могли служить водоем. Много новых памятников открыто и в таджикистанской части Бактрии. Упомянем остатки ахименицкого времени на Тубхоне Гисар, Тамашотепа Еван, Балдейтепе Кургантюбе и главное раскопанное Абдулаевым культовое сооружение Байдудашт-4, свидетельствующее о высоком уровне архитектурного искусства. В северном Таджикистане остатки VI и IV веках выявлены на городище Ширин, на Мугтепе в Уротюбе, в Ленинабаде Хадженте. Наибольшее значение имеет открытое Беляевое городище Нуртепа в 22 километрах севернее Уротюбе площадью около 18 гектар. Здесь есть цитадель и собственно город. Существовала развитая система фортификации. Раскопки на этом памятнике ведутся с 1979 года. Кроме того, памятники раннежелезного века исследованы в Южной Туркмении Приоралье, Согде, Ташкентском Оазисе, Фергане. Часть пятая. Амурдаринский клад. Изучение Амурдаринского клада за истекшее время продолжалось. В 1979 году Амурдаринский клад был привезен в СССР и экспонировался в Государственном Эрмитаже и Музее имени Александра Сергеевича Пушкина. В связи с этим появилось исследование клада Евгением Владиславовичем Зеймалем, явившееся серьезным вкладом в разработку проблемы. Принципиально новым в работе Евгения Владиславовича Зеймаля является рассмотрение клада как комплекса, включающая набор вещей и набор монет. Отметим, что у Дальтона рассматривались вещи клада и лишь одна ахименистская монета. Дальтон исходил из того, что нет уверенности, что монеты и вещи составляли клад в собственном смысле этого слова, ведь они были обнаружены не учеными при проведении археологических раскопок, а случайно в неизвестных условиях. Поэтому он включил в издание Мурдаринского клада лишь одну монету Тарик. Евгений Владиславович Зеймль доказывает, что клад состоял из вещевой и монетной частей. В состав клада входило не менее 150 золотых и 1200 серебряных монет. Не все могут быть сейчас выявлены. Евгений Владиславович Зеймль включил в свой каталог свыше полутора тысячи монет. Среди монет наиболее ранними являются монеты городов материковые Греции начала пятого середины четвертого веков до нашей эры есть группа греко-бактерийских монет начала второго века до нашей эры. Но они, как считает Зеймль, могли быть примешаны к кладу после его находки. Большинство представленных в кладе монет не характерно для денежного обращения в правобережье Мордари. За прошедшие сто лет, несмотря на ведущиеся теперь в южных районах Таджикистана и Узбекистана интенсивные археологические работы, там не зарегистрировано ни одной монеты, которая повторяла бы основные относимые кладу типы. Таким образом, монеты являются по своему составу столь же необычными для этого района, как и остальная часть клада. Евгений Владиславович Зеймль тщательно проанализировал вещевой состав клада и сделал следующее заключение. Поскольку все вещи и монеты, датированные старше 30-х годов 4-го века до нашей эры, бесспорно не местные бактрийские, а скорее иранские. Можно предполагать, что эта часть сокровища сформировалась в последний 3-4 века до нашей эры за пределами Бактрии и лишь потом была привезена сюда. Невозможно ответить на вопрос, кто мог ее собирать. Нижний чин, который шел с войском Александра брать Персипаль, угрожал пасааргадам, вступал победителем в Вавилон и всюду участвовал в дележе добычи или один из чиновников только что созданной селевкидской администрации. Ясно, что основное ядро этого сокровища было составлено где-то в Иране на протяжении последней 3-4 века до нашей эры. Второй этап составления клада начинается со второй половины 3 века нашей эры, когда первоначальный владелец или тот, кому клад перешел, поселился на восточной окраине селевкидского государства, скорее всего в Бактрии, и здесь продолжал пополнять свои богатства, очевидно, уже менее интенсивно. Трудно сказать, сколько владельцев сменил за это время клад. Монеты показывают, что в правлении Эфтидема первого, и, возможно, даже как и предполагал Александр Каннингем во время его зачижной войны с Антьюхом Третьим в 109-206 году до нашей эры, пополнение сокровища прекратилось, то есть оно уже было спрятано и перестало менять владельцев. Вся гипотеза Евгения Владиславовича Зеймаля хорошо обоснована и безупречна с точки зрения логики. При этом, конечно, нельзя отвергнуть окончательно и иные возможности. Дело в том, что пока не обнаружены другие произведения древнебактрийской Тарефтики, так что сравнивать практически не с чем. Нельзя исключить возможность, что в Бактрах и других центрах функционировали мастерские, в которых изготавливали серебряные и золотые изделия в имперско-ахименицком стиле. Другие мастера могли развивать иную бактрийско-ахименицкую традицию. И, наконец, последнее. Открытие такти-сангина внесло новый элемент. Не исключено, что вещи и монеты амурдаринского клада первоначально входили в состав сокровищ храма Окса, а затем золотые и серебряные изделия были оттуда изъяты и перепрятаны. Именно их в XIX веке нашли местные жители. Следует отметить, однако, что продолжают высказываться и иные точки зрения. В частности, один из крупнейших современных знатоков ахименицкого искусства, господин Маскарелло, полагает, что это, собственно, не клад и что он не может рассматриваться как находка, происходящая из одного места или даже района. Часть шестая. Внутренний строй греко-бактрийского царства. Раскопки Айханум французскими археологами продолжались под руководством профессора Бернара до 1978 года. Французской археологической миссии в Афганистане удалось вскрыть значительные площади внутри города, исследовать его укрепления, раскопать сооружения вне городских стен. Городище расположено на двух террасах. Примыкающая к Пянжу часть городища более низкая, нижний город, юго-восточная и же значительно более возвышенная Акрополь. Город и его Акрополь укреплены самой природой места, а также мощными оборонительными стенами с башнями, возведенными из сердцевого кирпича. Пьер Бернар считает, что город был основан во время пребывания Александра Македонского в Бактрии. Город относят к центрам восточной провинции Бадахшан. Одновременно он служил оплотом против нападения кочевников с востока. Известно, что Бадахшанский лазурит, добываемый для всего Древнего Востока, только в этом месте Бактрии. Транспортировался еще в древности в Ассирию, а затем в период Ахименицкой державы в столице западного Ирана. В Айханум был открыт целый греческий город с общественными зданиями, колонными залами, парадно оформленными входами, пропелеями. Юношество воспитывалось в громадном гимнасии, снабженном бассейном для омовений после физических упражнений и бега. Здесь был и театр с каменными сидениями для городской знати, расположенный на северной окрестности подножья Крополя. Театр имел 35 ступеней скамей, расположенных по кругу диаметром около 45 метров и высотой 15 метров. Орхестру, где происходили театральные представления. По подсчетам археологов, в театре были места для 6000 зрителей. Это один из самых больших эллинистических театров, уступающий театру в Эпидавре, но вдвое превосходящий театр такого крупного города, как Вавилун. В связи с открытием театра в Айханум возникли вопросы об общей численности жителей Айханум в результате греческого культурного влияния, тем более, что в библиотеке Айханум был найден стихотворный текст драматического произведения, остатки папируса, содержащие философский трактат, написанные в форме Аристотеля. Другим исконно греческим сооружением был фонтан, устроенный на берегу Пянджа. Вода реки подходила и омывала ступени фонтана. Однако греки пользовались отстойной водой, вытекающей из водосточных сливов в виде головы льва, дельфина и старика Селена. Большинство зданий, в которых осуществлялось управление города и в которых содержались святыни и драгоценности, были возведены из сердцевого кирпича в традиционной местной технике. Это сочеталось с эллинистическими колоннами, системами, пилястрами и другими конструктивными деталями греческого происхождения, мозаичными полами. Одним из важнейших сооружений города был дворец. У него был большой парадный двор, 137 на 108 метров, с четырех сторон окруженный целым лесом колонн. Это были портики со 118 каринфскими колоннами. В середине южные стороны двора вход в парадную часть дворца также оформлены портиком. Обширные помещения с дворами включали залы для приемов, жилые и служебные помещения, сокровищницу, специальный дар для отдыха, кладовые, другие служебные помещения. Облик этого сооружения напоминает дворец Ападану в Сузах. По мнению Бернара, это дворец принадлежавший царю. Огромную площадь занимал также арсенал. Здесь находились мастерские для изготовления оружия, склады для его хранения. Жилые дома состояли из двора, с южной стороны которого колонный портик, за которым следовало главное здание. Здесь была центральная комната, служила для жилья и приема гостей. Вокруг нее обводной коридор и подковы другие помещения. В домах были помещения для купальни. Сюда входили раздевальня, комната для горячей и холодной воды и комната для мытья, мылись обливанием. Пол покрыт плитами или мозаикой из гальки. Храмы с тремя целами, как и дворец, обнаруживают следы восточной композиции. Так, храм с уступчатыми нишами по планировке и строительным материалам восходит к месопотамской строительной и культовой практике, хотя в нем была знайдена греческая скульптура и часть ступни громадной греческой статуи Зевса. В архитектуре Айханум впервые выявились общие черты и закономерности эллинистического синкретизма, порасслеживаемые на всех памятниках Афганистана и Средней Азии, эллинистического периода по планировке и строительным материалам. Она в основном восточная, ордерные конструкции греческие малазийские, преимущественно коринфские, с восточными модификациями в применение торовидных баз колонн. Интерьеры храмов общественных зданий, а также погребальных сооружений Айханум украшали скульптуры изредка мозаичными полами. При этом скульптура в камне и глине носит чисто греческие черты. Хотя часто употребления глиняной полихромной скульптуры не характерны для материковой Греции, дань местной древневосточной традиции, продиктованная отсутствием в Центральной Азии мрамора и высококачественных известняков. Скульптура из мрамора всегда была привозной на Газевса. Из известняка в основном изготовлялась на месте, сколько можно судить по незавершенной прекрасной статуе юного атлета, увенчанного венком. Вся же скульптура из глины формовалась на месте ввиду хрупкости материала и невозможности ее транспортировки. Примечательно, что местная скульптура обычно была полихромной, тогда как живопись в эллинистический период применялись крайне редко. Это объясняется традиционной любовью к замечательным коврам, которыми всегда славилась бактрия и которые, вероятнее всего, украшали интерьеры эллинистических сооружений. В Айханум открыто большое количество скульптур из известняка, изваянных в чисто греческих традициях. Каменный рельеф с изображением эфева относится к традиционным погребальным скульптурам, герма с бородатой головой, полистрита. Одна из древнейших форм греческой скульптурной пластики. Упомянутые каменные сливы также совершенно греческие, бронзовые и терракотовые статуэтки. Геракла с палец муляж кудрявой женщины оставлены в матрице. Изображение олимпийских божеств, а также героев Троянской войны. То есть вся крупная и мелкая скульптура носит чисто греческие черты. Восточные эллинистические культы отражены на поволоченном серебряном диске с изображением шествия Кибелы на колесниц со львами, пересекающей горные вершины, покрытые цветами. Перед Кибелой на повозке богиня Победы, управляющая львами длинным кнутом стрекалом. На небе три изображения Гелиос в виде бюста юноши с нимбом из 13 лучей, символ Луны в виде золотого полумесяца, справа звезда с 16 заостренными лучами. Перед упряжкой возвышается жертвенек с пятью ступенями, на который жрец священно действует, возжигая фимиам на маленькой курильнице, стоящей на вершине алтаря, очевидный симбиоз греческих кибела и ника на колеснице с львами, и восточных астральные фигуры сцены жертвоприношения жрец, изученные исследователями Айханум, сделавшими вывод о несомненности связи Сирии и Центральной Азии в этот период. Выводы о непрерывных культурных связях Бахтери селевкидского периода с Восточным Средиземноморьем еще конкретнее подтверждаются разнообразными письменными источниками, надписями, дипинти, папирусами, наиболее достоверными и информативными памятниками культурного наследия античности. Наряду с греко-бактрийскими найдено много индийских монет. Есть и находки индийских предметов, что свидетельствует об интенсивных связях с Индией. Судя по архитектуре и отчасти по надписям, город был заселен в основном греками. Имелись и местные жители, некоторые из них были должностными лицами, например, бактрийцы Окси-Буак и Оксу-Бас. Судя по тем же надписям, город являлся греческим полисом. Вышло семь томов трудов экспедиции, каждый объект публикуется отдельно, и множество статей. Другим городом, основанным в эпоху Александра Македонского или вскоре после него, был Тахти-Сангин, каменный витрон. Городище открыто на юге Таджикистана, Кабадьонский район, 40 километров южнее райцентра Шартуз. Оно расположено в Верховье на правом берегу Амурдарьи в месте слияния Вахша с Пянжем. Тахти-Сангин с запада защищен горным хребтом Тахти-Кубат с востока Амурдарьей с севера и юга двойным рядом оборонительных стен. Был неприступен благодаря стратегически продуманному выбору места. Тахти-Сангин вместе с находящимся в пяти километрах южнее Тахти-Кубат посредством мощных каменных стен гавани с переправой и городищем на левом афганском берегу образовали комплекс, контролирующий водную и сухопутную магистраль. Узкая долина, лежащая между хребтом и рекой Вахш, пересечена с востока на запад двумя стенами, а стоящими друг от друга на два километра. Между этими оборонительными стенами видны дома и усадьбы поселения. В центре возвышалась прямоугольная цитадель 237 на 165 метров. Она была фланкирована мощным свыше двух метров каменными стенами и башнями более восьми метров в высоту и окаймлена рвом. Раскопки такти-Сангина, проводившиеся в 1928 году Денике и в 1956 году Мендельштамом, носили разведочный характер, хотя Мендельштам характеризовал стратеграфию памятника, справедливо относя его начало к эллинистическому времени. В 1950 году Михаил Дяконов, проводя разведки в Кабадеяне, побывал на городище, назвав его каменное городище и указав на громадный интерес памятника для историка и археолога. С 1976 по 1989 годы Южно-Таджикистанская археологическая экспедиция, руководитель-академик Академии наук Таджикской ССР Борис Анатольевич Литвинский, начальник такти-кубацкого отряда Пичикян, завершила раскопки центрального холма цитадели такти-Сангина. В результате раскопок был отрыт крупный храмовый комплекс, храм восточного типа 51 на 51 метр, и стоящие перед ним на большой огорожденной площади два монументальных каменных алтаря. Преимущество исследуемого памятника заключалось в прекрасной сохранности храма, посвященного, как свидетельствует надпись на древнегреческом языке, Богу реки Оксу, на берегу которой и был возведен этот храм. Он состоял из огромного 12 на 12 метров четырехколонного зала, окруженного двухрядным обходным коридором. Вход зала был обращен на восток к реке. По сторонам зала находились выступы крилья с помещениями для хранения огня. Между ними двухрядный четырехколонный портик. Перед храмом была большая храмовая площадь, обведенная монументальной стеной. Мощные, более трех метров шириной стены сохранились до пяти с половиной метров от первоначальной высоты, 6-7 метров. Нетронутость археологического заполнения, хорошая сохранность отяжгахов насквозь прокаленных квадратных 5 на 5 метров помещений хранилищ вечного огня с центральным многослойными жертвенниками огня позволили выявить функциональное назначение каждого помещения во внутренней структуре иранских храмов огня и реконструировать процесс происходящих в них общественно-религиозных церемоний из крупных каменных блоков с метками каменотесов в виде букв древнегреческого алфавита по форме архитектурной композиции пропорциям и профилировке монументальной алтарей храма окса восходят к алтарям малой азии и ее колонии характер обработки камня устройства и форма перронов буквы в алфавитном порядке указывают на работу греческих мастеров каменотесов производимую непосредственно в храме окса а также на каменоломне находящейся в нескольких сотнях метрах от цитадели конструкция колонн храма окса ионийская копитель малоазийского типа каменные фусты базы восточного ордера с тором вывитым отдельно от двуступенчатого постамента представляют собой синтез ахименицких и классических греческих архитектурных традиций порожденные ранним эллинизмом стены выложенные из церцового кирпича крупного стандарта 50 на 50 также могут служить примером переходного периода от ахименицкого к эллинистическому модулю анализы ионистской копители находящие прямые аналоги в храме Афины в Приене и Артемиды Кибелы в Сардах строительство которых было санкционировано Александром Македонским позволяют датировать завершение постройки храма Окса концом IV веках до н.э. Таким образом перед нами типичный иранский храм огня в четырехколонный зал с алтарем обводные коридоры хранилища посвятительных приношений восьмиколонны айван с алтарями и суфами по периметру севера и юга окаймленный отежгахами специальными помещениями для хранения вечного царского огня и алтари на площади для общественных религиозных церемоний однако греческая надпись свидетельствующая что храм был посвящен местному божеству реки оксу а также целый ряд изображений греческих божеств в том числе и водных найденных в храме показывают что культ пронизанной сопоставления с близкими по времени и планировки храмом огня в персиполе находки золотых пластин в храме окса бактриц ведущего роблюда в том числе негравированных полуфабрикатов сложенных втрое или вдвое подобно золотым пластинам из амурдаринского клада подкрепляют высказанное ранее мнение о том что амурдаринский клад был храмовым сокровищем после находки древнегреческой надписи в храме окса с посвящением богу реки возникла мысль что она дублирует адекватное посвящение на персне входящем в амурдаринский клад номер 105 где посвящение вахшу начертано арамейским алфавитом характеризуя комплекс находок храма окса из более пяти тысяч вативных приношений исследователи отмечали разновременность хранящихся в нем предметов с гигантскими хронологическим диапазоном от 5 века до 3 века нашей эры посвящение составляли сотни греко-бактерийских парфянских индийских и кушанских монет в храме были найдены свалки гончевой и глиняной и эллинистической скульптуры большое количество изделий из слоновой кости около трех тысяч железных и более 50 бронзовых наконечников стрел местные кинжалы окинаки ножны греческих кавалерийских и пехотных мечей изобразительное искусство в самых различных материалах и мелкая пластика в настоящее время часть произведения искусства храма окса уже издана готовится к печати монография с подробным археологическим комментарием и полным каталогом находок археологам предстоит раскрыть еще храмовую площадь тиминоз и сооружение окружающие храм на цитадели не исключено что будут сделаны новые находки которые прояснят древнегреческое название города на оксе но уже сейчас ясно что большое значение находок на такте сангини заключается в том что они раскрывают динамику развития во многом неизвестного до этого искусства бактрии целого тысячелетия от ахименицкого стиля через греко-бактрийские традиции к сложению кушанских художественных школ благодаря этому на примере открытия на такте сангиния отчетливо выступают основные составные компоненты греко-бактрийского искусства и архитектуры которые должны быть рассмотрены дифференцированно в архитектуре преобладающим оставалось древневосточные изначальные традиции сильные древнеиранской первоосновой в искусстве эллинизма греческие привнесенные позже дополненные гандхарским слитным воедино греко-индийским синтезом часть 7 Средняя Азия в кушанское время в области изучения истории и культуры кушан следует отметить невероятный прирост археологических и нумизматических материалов в кушанское время бактрия продолжала оставаться страной тысячи городов причем археологические данные позволяют утверждать что городская жизнь стала несравненно более интенсивной чем в предыдущую греко-бактерийскую эпоху следует отметить четыре момента первое качественный рост городских поселений появление новых ранее не существовавших городов число городов становится максимальным за все время истории древней Средней Азии второе рост городских площадей в старых давно существовавших городах увеличение плотности городской застройки разумеется бывали исключения третье продолжение формирования трехчастной структуры города цитадель собственно город пригород включавший кроме жилых и производственных комплексов культовые особенно буддийские сооружения а также некрополи с городами трехчастной схемы соседствовали иные города в частности бесцитадельные четвертое принципиальные внутренние социально-экономические изменения городского организма усиление роли города в системе экономической жизни страны на базе прежде всего стремительного роста городского ремесла как количественного так и качественного города центры товарного производства отсюда их ведущее значение в системе город деревня кочевая степь наряду с этим возрастает и роль городов как центров идеологической жизни чему способствует концентрация в городах культовых сооружений. Таким образом, города превратились в важнейшие узлы всей инфраструктуры Кушанского государства. По данным Эдварда Васильевича Артавеладзе, в Сухарадарнинской области зарегистрировано 110 памятников, относящихся к Кушанской эпохе, причем из них 70-80 возникли в Кушанскую эпоху. Преобладающий формой города новой Кушанской эпохи продолжал оставаться прямоугольный. Реже город имел другие очертания. Выделяется группа очень крупных городов. Это столичные города Балх, Тормес – 350 гектаров, Шахринауское городище – 350 гектар, Эр-Курган – 150 гектаров, Афросиап – свыше 200 гектар, Мерв и другие города. Население этих городов-гигантов достигало 50 тысяч человек. К ним примыкали средние города площадью 15-13 гектаров. Такие, как Дальверзинтепе – Иванское городище – Топрак-Кала. Их население укладывалось в пределы 5-10 тысяч человек. Часть городов была бесцитадельной, другие имели мощные цитадели. Одним из наиболее изученных кушанских городов в Северной Бактрии является Дальверзинтепе. Городище имеет прямоугольную форму – 650 на 500 метров. В юго-восточном углу в прямоугольник города входит округло-многоугольная цитадель, поперечники около 180 метров. Город был сильно укреплен. Городская стена с прямоугольными башнями и ров. Система планировки была довольно свободной, строгой, уличной сети не было. Основную часть города занимали жилые кварталы, состоявшие из средних и крупных жилых комплексов. Это дома бедных, средних горожан и аристократов. Дома последних по своей площади в три-четыре раза превышали дома средних горожан. В одном из аристократических домов имелось свыше двух с половиной десятков помещений. Центральная парадная часть включала большой четырехколонный зал с алтарем. Вход в парадную часть был оформлен в виде шестиколонного богато декорированного айвана. Дом включал многочисленные помещения, служившие для проживания полноправных и неполноправных членов большой семьи, для ее хозяйственных и бытовых нужд. В таких домах имелся богатый инвентарь. Хранились различные сокровища. В одном из домов найден клад золотых слитков с индийскими надписями и индийские и местные золотые украшения. Обнаружены храмы, в том числе буддийские. Следует отметить и гражданское сооружение, винодельню. Несколько меньше по размерам городище Зар-ТП, квадратное в плане примерно 400 на 400 метров. Оно было окружено мощной стеной с полукруглыми башнями и глубоким рвом. В северо-восточном углу в квадрат городище вписана также квадратная цитадель. Почти вся внутренняя площадь была застроена. Застройка рассекалась центрально-осевой магистралью шириной 10 метров. Около центра дворца, вдоль магистрали, в поздне-кушанское время располагался дворцовый комплекс. Он состоял из многих помещений. Среди них выделяется четырехколонный зал и более крупный 12-колонный зал. К югу от дворца отдельное от него переулком находилось святилище, в нем имелось помещение с алтарем для возжигания огня. В другую сторону городской магистрали находился поздне-кушанский квартал жилой застройки. Он рассечен широкой порядка 3-5 метров внутриквартальной улицы на две части. Отходящие от нее под прямым углом переулки членят квартал на отдельной блоке, в состав которой входят не менее 15 жилых, производственных и хозяйственных помещений. В состав одного из блоков входило домашнее святилище с культовой сухой на центральной платформе. Каждый блок, очевидно, представлял жилище большесемейной общины, поэтому в них по нескольку жилых помещений и целая группа хозяйственно-вспомогательных и производственных помещений. У некоторых домовладений на стороне противоположной фасаду были маленькие дворики с хозяйственными очагами. На позднем этапе у северо-западной городской стены, разрушив ее, было возведено буддийское святилище. Судя по многочисленности находок, связанных с буддизмом в городе были и другие буддийские культовые сооружения. Ремесленный квартал в южной части Дальверзен-ТП включал мастерские ремесленников, группировавшиеся вокруг обширного двора и состоявшие из групп взаимосвязанных помещений, очевидно, отдельных мастерских и жилищ. У основания холма, на котором они были сооружены, находились керамические печи. Имелось здание хозяйственно-складского назначения, включавшее водохранилище. Городские храмы были монументальными. Здания разной планировки. В храме были алтари, интерьеры были богато украшены живописью и скульптурой. Внутри города находилось и буддийское святилище с замечательными скульптурами. Вне городских стен находился пригород, но застройка здесь была разреженной. В городе находилось буддийское святилище, включавшую ступу в обводе повещений. Найдены скульптурные изображения Будды и светских персонажей. Неподалеку от собственного города находилось и погребальное сооружение – Наус, где на протяжении длительного времени производилось захоронение, захоронение костей, трупоположение. Многочисленные небольшие города и городки. Примером может служить Тепа-Ишах, Шартуцкий район. В центре находится цитадель 80 на 80 метров, окруженные стеной с башнями на углах и в середине сторон. Центром внутренней планировки был большой, видимо, прямоугольный двор вокруг него, вдоль наружных стен. Располагались комплексы сплошной застройки с жилыми и хозяйственно-вспомогательными помещениями. Имелись и парадные помещения, небольшая домашняя молельня. Цитадель находится в центре неукрепленного поселения, остатки которого вытянуты полосой около 500 метров при ширине до 200 метров. В полутора километров к юго-западу от поселения находится буддийский монастырь Уштур-Муло. В 350 метров на запад от центральной части находится некрополь группы наусов разной планировки. Это поселение было центральным в оазисе Шах. Много важных материалов получено при изучении кушанских городов левобережной, южной, находящейся в Афганистане Бактрии, особенно Дельберджина, раскопки советско-афганской экспедиции, и Сурх-Катала, раскопки французской археологической миссии в Афганистане, для которого мы теперь располагаем не предварительными, а детальные окончательные публикации и исследованиями. Они позволяют гораздо детальнее охарактеризовать как сам памятник, так и дать его подробную культовую интерпретацию, которая, тем не менее, во многом остается неясной. Дельберджинский храм позволяет проследить эволюцию верований, причем в позднекушанский период они стали шиваистскими. Очень много новых данных получено о буддийских культовых сооружениях и о характере среднеазиатско-кушанского буддизма. Значительные материалы получены при раскопках пещерно-наземного буддийского центра Карателэ и монастыря Фаястепэ в Тормезе. Буддийского комплекса Ва-Айртамэ очень информативными оказались происходящие из Каратепэ и Фаястепэ многочисленные буддийские надписи, чаще всего выполненные на индийских языках письменностями Кхаршотхи и Брахми, реже бактрийские и билингвы. Кроме того, в Айртамэ была найдена бактрийская монументальная надпись. Из термезских надписей следует, что на Каратепэ располагалась царская Вихара, где пребывали монахи секты Масангхика. Как известно, эта секта Хинаяны, имевшая тенденцию к разработке концепции Махаяны. Согласно айтамской надписи, бактрийский термин для наименования храма Багалагу – Дома Бога, прилагается эйгудийским религиозным учреждениям. Раскапывались также погребальные памятники. Так, на территории Южного Таджикистана было продолжено изучение погребений Тубхоны и Бешкянской долины. Начаты раскопки в Дангаринской долине, крыты новые для бактрий типы погребальных сооружений – Наусы, Типаишах. Проведены раскопки кувшанских погребальных памятников в Сурхандаринской области – Айртам, Дальверзин-Тепе, Ялангтюш-Тепе и других городищ. Сенсационным было открытие усыпанных золотом княжеских погребений в Левобережне Бактрии. Анализ этих погребений, погребальных сооружений, погребального инвентаря позволил выработать новые представления о хронологии погребальных сооружений, погребальных сооружениях и погребальном ритуале в целом. Очень существенно, что по-новому интерпретируется хронология бешкентских могильников. В свое время Анатолий Максимилианович Мендельштам заглубил и трактовал их как след передвижения кочевников на пути в Индию, выпустив именно под этим названием соответствующую книгу, которая была дополнена книгой о раскопках Бабашовского могильника. Анатолий Максимилианович Мендельштам датировал последний, третий, второй век до нашей эры и несколько более поздним временем. Однако его аргументация была подвергнута критическому рассмотрению и предложена датировка первый век до нашей эры и основная часть первые два века до нашей эры. Соответственно, нет основания непосредственно связывать появление этих могильников с юэджейскими передвижениями. Погребения Кушанского времени из Бактрии типологически очень разнообразны, что свидетельствует о многообразии этносов, культов и ритуалов. В это многообразие выделяются погребения, тяготеющие к погребениям Северо-Восточной Средней Азии, погребениям Парфианского круга. Характерны типично зароастрийские обычаи с погребением в Наусах. При раскопках поселения могильника выявлен обширный комплекс данных по материальной культуре, искусству и архитектуре. В значительном мире он разработан и исследован в публикациях и частных исследованиях, однако до сих пор отсутствует сводная монография, где было приведено детальное исследование и корреляция всех имеющихся материалов с рассмотрением их внутренних и внешних связей. Такое исследование не приведено и для архитектуры, но имеется для искусства. Очень важные исследования были проведены в различных областях Кушанского государства, находящихся за пределами СССР. Результаты этих работ, а также исследования зарубежных ученых, необходимо самым тщательным образом учитывать историкам Средней Азии. Особо следует сказать о находках монет и нумизматических исследованиях. Находки их в различных частях бактерии были многочисленны. Причем многие из них были обнаружены при археологических раскопках в точно зафиксированных стратеграфических условиях. Наряду с отдельными монетами стали известны целые клады Кушанских монет, что особенно важно. Елена Абрамовна Давидович опубликовала первый клад серебряных монет Герая в Ашский район с детальным исследованием. Вся совокупность находок Кушанских монет из Южного Таджикистана была опубликована с подробным исследованием Евгением Владиславовичем Зеймалем и Эдвардом Васильевичем Ретвеладзе. Работа зарубежных ученых и прежде всего монументальный труд Гёбля. Эти труды, особенно книги Зеймаля и Гёбля, по заключению известного французского ученого Фусмана, знаменуют собой поворотный пункт или решающий этап в изучении Кушанской нумизматики. Несмотря на столь значительный прогресс в нумизматических исследованиях, вопрос о Кушанской хронологии, о котором подробно говорится в книге, все еще не получил окончательного решения. Учитывая различные синхронизмы, я склоняюсь к начальной дате Канишки, где-то в пределах 78-128 годам до н.э. Новые эпиграфические исследования увеличили фон письменных источников, заново были переведены и изучены некоторые китайские неративные источники. Появилась обобщающая работа по истории и культуре Кушанского государства на русском языке. Она принадлежит Перу Ставицкого. Прирознаний по Согду было значительно меньше, и интересные материалы принесли раскопки в Южном Согде, в Ер-Кургане. Городище было окружено двумя рядами мощных оборонительных стен. Общая площадь – 150 гектар, площадь внутреннего пятиугольного города – 40 гектар. В середине северо-восточного угла находилась построенная в I веке наш эр и цитадель со своей форсификационной системой. У подножия цитадели находится дворец правителей, выстроенный на высокой сердцевой платформе. Центральный зал, зал приемов, был расположен на двух уровнях. К востоку от центра города имелся храм, существовавший в III-IV веке. Здание было украшено скульптурой и живописью. Вскрыты жилые кварталы, а также квартал керамистов. За пределами внутреннего города обнаружена дахма. Жилая застройка состояла из отдельных кварталов, в каждом из которых было по несколько замкнутых по периметру зданий, с одним общим входом во двор и небольшую площадь. Ширина городских магистралей превышала 10 метров. Об изобразительном искусстве Согда дают представление также костяные пластины с гравированными изображениями. Они найдены в Кургане номер два у села Орлат, Кашарабадский район Самаркандской области. Это батальные и охотничьи сцены, а также другие изображения. Издавшая их Галина Анатольевна Пугаченкова датировала их первым веком до н.э. Однако они вероятно относятся ко второму и третьему веку н.э. В харизме проводились раскопки топра Калы. Были опубликованы две монографии, содержащие результаты раскопок цитадели с ее дворцом и, собственно, города замечательных произведений искусства. Особое значение имеет публикация документов харизмийской письменности, изданных лившицам в одном из этих томов. Накоплен также большой археологический и нумизматический материал по парфи. В частности, проводились раскопки в Нисе. Однако результаты этих раскопок еще ждут своей публикации. Часть восьмая. Раннее Средневековье. Раннее Средневековье. Один из важнейших периодов в истории Таджикистана и Средней Азии в целом. Именно в это время произошли коренные изменения социально-экономического облика общества. И именно тогда произошли радикальные изменения в этническом составе населения Средней Азии, важнейшие политические события, такие как включение в чурский гаганат, а затем арабское завоевание с последующим включением в арабские халифаты распространения ислама. В период раннего Средневековья высокого уровня достигла урбанизация. Народы Средней Азии добились выдающихся культурных достижений. Один из главных аспектов истории этой эпохи – история города в VI-середине восьмых веков освещен в первой части монографии «Средневековый город Средней Азии». Монография вышла в 1973 году, через год после книги Бабаджана Гафуровича Кафурова. В ней использован обширный материал раскопок в Пиджикенте, в значительной мере до того не публиковавшиеся исследования других городов Средней Азии, а также письменные источники. В результате Анатолия Михайловича Беленицкому и Бентовичу, авторам этой части книги, удалось воссоздать многие важные стороны истории городов и городской жизни Средней Азии. Они разработали вопросы фортификации и застройки городов и особенно детально городских ремесел и торговли. Коснулись они также проблем, связанных с культурой и социальным составом населения. Можно отметить значительный прирост археологических и нумизматических данных. Для истории таджикского народа наиболее важны материалы, связанные с Тахаристаном и Согдом. В северном Тахаристане, юг Средней Азии раскопки проводились на территории Южного Таджикистана и Южного Узбекистана Сурхандаринской области. Так были продолжены с Оловьевым под руководством Литвинского раскопки на городище Кафыр-Кала, раннесредневековом центре Вахшской долины. В книге дана краткая характеристика раскопок по состоянию на 1970 год. Раскопки после этого проводились почти ежегодно. Это позволило завершить вскрытие верхнего яруса помещений на цитадели, а также раскопать несколько участков в собственном городе Шахристане. Установлено, что город пережил три периода в своей истории. Пост Кушанский, конец IV, первая половина V веков. Тахаристанско-Эфтолицкий, конец V, конец VI века. Тахаристанско-Тюркский, конец VI, середина VIII века. Анализ полученных при раскопках материалов позволил во многом воссоздать отдельные черты облика одного из столичных городов Тахаристана, городской планировки, фортификации, архитектуры, материальной культуры. Архитектура и фортификация Кафыр-Калы несомненно развивалась в русле среднеазиатского, раннесредневекового, гражданского и оборонительного зодчества. Строительные материалы, планировочные решения, конструкции арок, сводов, тромбов, куполов – все это находит в себе прямые параллели в памятниках этого времени на большой территории Средней Азии и Казахстана. Вместе с тем, кафыр-калинское зодчество имеет свои особенности, вызванные спецификой местных условий, наличием устойчивой бактриско-тахаристанской традиции. На примере кафыр-калы видны те качественные изменения, которые произошли в строительном деле Средней Азии в VI и VIII веках. По сравнению с предшествующим античным периодом появляются новые типы куполов – развитые пояса тромбов, прямоугольный кирпич, который был практичнее квадратного. Установлено также, что истоки раннесредневекового зодчества восходят к античности. К столь же принципиальным выводам приводит изучение материальной культуры и искусства Кафыр-калы. Изучались и небольшие, не столичные города. В качестве примера можно указать на городище Калай-Каферниган. Оно расположено в Ленинском районе 80 километров на юго-запад от Душанбе, левом берегу реки Каферниган вблизи кишлака Эсанбай. Оно двухчастное. Состоит и собственно городище Шахристана и отдельный рвом цитадели. Общие размеры Шахристана – 275 на 150 метров. Площадь в городе еще около 3,5 гектар. Городище было окружено стеной с 12 башнями. Поверхность Шахристана до раскопок состояла из бугров. Четко прослеживается сеть главных улиц шириной 5-7 метров. Основные раскопки производились Борисом Анатольевичем Литвинским в 1974 по 80-е годы. Было установлено, что поселение существовало на протяжении трех периодов – греко-бактрийского, Кушанского и раннесредневекового. Фортификационная система была воздвигнута греко-бактрийское время и, обновляясь, продолжала функционировать вплоть до раннего средневековья. Таким образом, раннесредневековый город вмещался в границы древнего. На Шахристане три яруса построек – нижний греко-бактрийский, средний, Кушанский и верхний – крающий, раннесредневековый. Основные раскопки проводились в южной части Шахристана и вскрыли сооружения верхнего яруса. Квартал рядовой застройки, жилище представителя городской знати, крупную постройку, возможно, дворцовую купольную, включающую центральный зал и обходной коридор и, наконец, в юго-западном углу Шахристана – буддийский храм. Упомянутая выше крупная постройка – это целый монументальный комплекс. Его ядро составляет под квадратный зал 7,35, 7,55 квадратных метров. Внутри помещения, вдоль стен, двуступенчатая суфа, которая на стороне, противолежащей входу, расширяется, образуя эстраду. В центре помещения находился пьедестал, основание под алтарь огня. Плоское перекрытие поддерживали четыре орнаментированные колонны высотой не менее трех метров 75 сантиметров. Имелся наборно-орнаментированный деревянный потолок. Верхние части стен были украшены резными орнаментированными панелями. Были и панели с изобразительными мотивами, например, с парой огромных павлинов. Этот зал с трех сторон был окружен коридором, причем сам зал был приподнят, и на пути к нему пол коридоров повышался. Коридоры были также украшены резными деревянными панелями. Хотя центральный зал напоминает приемные залы Мехмон-Хона-Гостиная, однако ряд его черт позволяют думать, что этот комплекс первоначально имел культовые функции, или наряду с жилыми выполнял и культовые функции. В 1975 по 1977 годы проводились раскопки объекта, смежного с предыдущим. Они разделены лишь древней улицей. Центром вскрытого сооружения буддийского храма являлось квадратное святилище, в которое попадали со стороны храмового двора. У входа находился четырехколонный портик. У квадратного помещения было два входа на одной оси. Один вход со стороны двора с востока. С трех сторон квадратное святилище было охвачено Г-образным клинчатым коридором. Из отрезка коридора, противолежащего портику, один вход ввел во внутренне квадратное святилище, другой в помещение внешнего яруса, которые, очевидно, служили и для жилья монахов. С юга с храмовым помещением примыкала группа помещений хозяйственно-бытового назначения. В центральном святилище в одной из стен была ниша с постаментом для крупной фигуры сидящего Будды. Скульптуры находились в углах помещений на центральном постаменте. Всего было, по крайней мере, девять крупных скульптур. Кроме того, скульптура была и в обходом коридоре, стены которого были украшены живописью. Скульптура чрезвычайно эффектная, она полихромная, изображения даны в сложных ракурсах. На сохранившейся участке живописи двухъярусная роспись. Вверху изображены сидящий Будда и по сторонам его предстоящие. Внизу буддийская процессия с превосходно изображенными фигурами знатных поклонников буддизма и буддийских монахов. Живопись, сейчас известная патахаристанским памятником, объединяется общностью ряда иконографических и стилистических признаков. Очень важно, что небуддийская живопись Баладык Тепе и буддийская живопись Калаика Фарнигана во многом являются двойниками. Это показывает, что две ветви среднеазиатского раннесредневекового искусства – буддийская и небуддийская, так в первоначальном приближении на самом деле картина была много сложнее. Развивалась не просто по параллельным направлениям, а как две органически связанные, хотя и не тождественные, части общего единства. Очень важны также раскопки Каферниган-Калы и для истории среднеазиатской архитектуры. Анализ одного из помещений буддийского храма позволил установить генесис такого важного типа среднеазиатской архитектуры как мусульманский мавзолей. Немало нового получено при раскопках в Южном Таджикистане и других раннесредневековых памятников. Замка крепости Уртабус-2, Колхазабадский район с прекрасной архитектурой, городище Акалы и Шотбон, Оржангидзабадский район с настенной живописью. Через три года после выхода книги Бабаджана Гафурова были завершены раскопки буддийского монастыря Аджина-Тепе. Раскопки продолжались 16 лет. Оказалось, что в обеих половинах памятника 52 помещения, 8 из которых являются святилищами. Первая половина мы ее назвали монастырской, так как здесь находились жилые помещения монахов, и имела двухэтажные помещения. Вторая – серамовая, одноэтажная. Главная ступа занимала почти весь двор храмовой половины. В углах его находились миниатюрные ступы, найденные крошечной глиняной модели ступ с вставленными в них глиняными таблетками с буддийскими мотивами. Было найдено много шедевров буддийского искусства. Выяснилось, что Аджина-Тепе обладает строго продуманной архитектурной композицией. Исследование ранних средневеков и городов привело к ряду важных теоретических заключений. Это касается вопроса о якобы имевшем место в Средней Азии, в том числе в Тахаристане упадки городов в раннем Средневековье. Сторонники упадка городов ссылаются на то, что одни города Кушанского времени в раннее Средневековье запустили, лежали в руинах. В других же была обжита лишь часть их площади. Оценка всей совокупности фактов позволяет утверждать, что в раннее Средневековье в соответствии с новыми условиями социально-экономической жизни происходила перестройка. Может быть, даже коренная сетки городских поселений, возникало много новых поселений, в том числе средних и крупных. Внутренняя структура городских поселений, насколько мы себе представляем, по некоторым данным, изменилась. Вместе с тем, несмотря на серьезнейшие трансформации во всех областях городской жизни, материальные культуры и искусства прослеживаются связи с предшествующей эпохой. Это действительно так. Можно также привести по счету, согласно которым из 107 раннесредневековых памятников Сурхандаринского региона, Северного Таджикистана, 44 памятника, основанные еще в Куршанское время, обживались в раннее Средневековье, а 63 возникли непосредственно в V – I половине VIII века. Серьезные изменения в характеристике инфраструктуры, а также материальной и духовной культуры относятся ко второй половине IV и V веков. Генессис раннесредневековой культуры Тахаристана, как и Средняя Азия, в целом связан с древней культурой соответствующих областей, однако не ограничиваются этим субстратом. Значительные этнические массивы, пришедшие из других регионов, безусловно, внесли свой вклад в развитие самих основ культуры в Средней Азии, в том числе в Тахаристане. Культурный синтез, подразумевающий взаимодействие и слияние различных элементов, протекал под воздействием культурных влияний, шедших с Востока, Юга и Запада. Этот сложный процесс заключал также медленные, но существенные эволюционные изменения. Все это и объясняет сложение на базе раннефеодальных отношений раннесредневековой культуры и модели раннесредневекового города. Что же касается уровня раннесредневековой городской культуры, то он, как показали раскопки в различных частях Средней Азии, в том числе и в Тахаристане, необычайно высок. Хоть роль города и городского ремесла была очень велика, все же в жизни раннесредневекового Тахаристана не меньше, а вероятно превалирующее значение имели сельское население и сельскохозяйственное производство. По подсчетам Эдварда Васильевича Артвеладзе, в Цурханаринском регионе Тахаристана на одно городское поселение приходилось в эпоху раннего средневековья 7-8 сельских. Эту оценку можно экстраполировать на весь северный Тахаристан, с учетом, конечно, того, что города обычно были значительно крупнее сельских поселений. Обильные находки монет только в Чаганиане, их найдено около тысячи экземпляров, позволили исследовать денежное обращение северного Тахаристана в V и VIII веках. До конца V – начале VI веков в обращение были подражания монетам кушанских царей. В конце V – начале VII века их место в сфере обращения заняли медные монеты, выпускавшиеся сравнительно небольшими владениями и имевшие, судя по ареалам находок, узколокальное обращение. Одна группа таких монет с уверенностью локализуется в Тормезе, другая – в южной части долины реки Каферниган, Кабыдиан. Новое в денежном обращении рассматриваемое области – появление со второй половины V века в составе монетной массы серебряных монет, привозных сасанитских, сасанитских, с надчеканами, возможно, местными, эфтолитских и местных, подражательных. Во вторую четверть VII века – середине VIII веков в Северном Тахаристане выпускались и обращались три количественно значительные группы медных литных монет с отверстием. Тахаристанские с курсивной эфтолитской легендой, так называемые «мунчакского типа», тахаристанские сахдийской легендой, тахаристанские – анапиграфные. Количество их достигает несколько сотен. Отсутствие таких монет в долине Сурхандарей, если это не пробел в наших знаниях, видимо, следует объяснить причинами политического свойства. Например, обособление в это время в отдельное владение чаганиана, за которым последовало обособление и хозяйственное. Параллельно с медными монетами в Северном Тахаристане выпускались и обращались серебряные подражания сасанитским монетам с надчиканами. Детально исследовано денежное обращение чаганиана. Здесь в обращение были серебряные сасанитские драхмы Варахрана, Пероза, Валаша, Хесрова I, Хармизда IV, Хесрова II. Местные подражания драхмам Пероза и Хесрова I с бактерийскими и сагдийскими надчиканами. Имелись местные подражания монетам Пероза и Хесрова, а также монеты местной династии Чаганхудатов, выпущенные на базе драхм Хесрова I. Имелись также медные монеты разных типов, в том числе привозные сагдийские. На монетах Хесрова I и подражаниях им имеются легенды бактерийско-эфталийской письменностью. Они содержат и имя правителя, и его титул, например, Сашпогдев, Заринохдев и другие названия. Чаганхудацкие монеты чиканялись во второй половине VII века, последней с четверти VIII века. На поздних выпусках бактерийско-эфталийская надпись, содержащая имя и титул правителя, Хнархидев или Энархидев. Свои особенности имела денежное обращение Гуфтаны, долина Шарабад-Дари и Термези. Для Согда и Средней Азии в целом важнейшие значения имеют раскопки в Пиджикенте. Начатые в 1947 году, они последовательно возглавлялись Александром Юрьевичем Якубовским и Михаил Михайловичем Дьягоновым, и особенно долго – Беленицким, заслуги которого исключительно велики. Много лет во главе этих раскопок стоит Борис Ильич Маршак, который осуществил принципиально новые подходы к раскопкам, значительно усовершенствовав методику их к интерпретации полученных при раскопках данных. Результаты раскопок Пиджикента до начала 70-х годов были обобщены и проанализированы в уже упоминавшемся капитальном труде Беленицкого и Бентовича, город в VI середине VIII веков. В Пиджикенте за последние десятилетия были сделаны новые открытия, не только дополнившие, но и во многом изменившие представления об истории и культуре ранее средневекового согда. Среди множества публикаций большое значение имеет статья Беленицкого, Маршака, Распоповой, написанная к 30-й годовщине начала раскопок и опубликованная несколько позднее. Авторам удалось показать, как усовершенствование методики раскопок позволило на изученной половине территории древнего Пиджикента выделить синхронные срезы, сопоставление которых, в свою очередь, дало возможность проследить историю города от поколения к поколению на протяжении почти четырех веков. В этой и других работах тех же авторов по-новому показана социальная структура сагдийского общества и дана характеристика экономики. В Пиджикенте, помимо цитадели, с двором правителя и храмов раскопано около полутора сотен многокомнатных жилищ ремесленные мастерские лавочки. Такой большой объем изученных жилищ позволил исследователям Пиджикента наметить их иерархию. Два из пиджикентских жилищ выделяются своими размерами, приближаясь в этом отношении и по составу помещения ко дворцу, размер этих домовладений соответственно 1200 и 2000 метров. Они включали в себя сравнительно небольшие жилые помещения первого и второго этажа. Парадную часть с залом, коридором, перед ним помещением с алтарем и другими строениями, обращенные на улицу лавки и мастерские, не связанные проходами с внутренними помещениями. В каждом из этих жилищ имеется еще большой зал или большой зал с двором, по площади соизмеримая струнным залом дворца. В этих частях сооружения могли происходить многолюдные собрания. Ниже рангом два домовладения площадью 575-800 квадратных метров, которые аналогичны предыдущим по составу помещений, но в них нет дополнительных залов. Далее следуют такие же по характеру жилища меньшей площади 160-500 квадратных метров и, наконец, рядовые домовладения площадью 690 квадратных метров. Они были двухэтажными, имелись и парадные помещения, которые, впрочем, использовались как жилые. За одним исключением рядовые жилища, в отличие от более богатых, не имели живописного убранства. Мастерских и лавок при таких жилищах не было. Более или менее богатые дома с живописью составляли примерно треть всех домов. Основное членение населения по образу жизни не совпадало с членением на феодалов и торгово-ремесленные слои. Чуткая граница проходила между знатью и крупным купечеством с одной стороны и ремесленниками вместе с мелкими торговцами, входившими в состав работников, с другой. Структура застройки пиджикенского городища отражает развитую общественную жизнь. Контраст между плотностью застройки с ее высокой этажностью, отсутствием дворов в огромном большинстве домовладений, теснотой лавок и мастерских, узкостью улиц, часть которых даже перекрывали сводами. Чтобы возвести над ними вторые и третьи этажи и простором парадных залов, сразу обращает на себя внимание. Зажиточные пиджикенцы, выделявшие часть своего участка под лавки и мастерские для получения дохода, гораздо большую часть, несомненно, дорогой городской знати, отводили под парадные помещения с их богатым убранством, живописью и скульптурой. Очевидно, от пышности происходивших в залах приемов и обрядов зависело общественное лицо владельцев домов. Однако парадные залы частных горожан вмещали едва ли более 20-30 гостей одновременно. Те же исследователи обращают внимание, что и во дворце и в двух наиболее крупных аристократических домах залы вмещали в несколько раз больше людей, здесь могли происходить многолюдные собрания. Бьеруни сообщал, что в его время, то есть конец 10-го, начало 11-х веков, в каждой деревне Сагдицы собираются у всякого Раиса, едят и пьют. Это происходит у них по очереди. Они высказывают предположение, что в до-мусульманское время такое обычай мог быть и в городах, в частности в Пиджикенте. В мукских документах упоминается Пиджикентская городская община. В наличии двух храмов, согласно гипотезе этих ученых, Беленицким, Маршаком и Раскоповой, можно связать с двумя частями городской общины или двумя городскими общинами, возглавляемыми двумя Раисами. Оказалось, что платежеспособный спрос на продукцию городского ремесла обеспечивался наличием в городах мощного слоя получателей феодальной ренты и купечества, связанного с караванной торговлей, тогда как крестьянство было слабо затронуто развитием товарно-денежных отношений. Городская знать не только экономически, но и политически возглавляла городскую общину, упомянутую в документах с горы мук городской. Если ранее господство знать считали не совместимым с развитием мелкотоварного ремесла и торговли, то теперь становится очевидным, что это взаимосвязанное явление. Были уточнены многие вопросы денежного обращения и с помощью точных стратеграфических данных хронология местных выпусков VII-VIII веков. Валентина Ивановна Распопова специально исследовала металлообрабатывающие ремесла Пиджикента и Согда в целом своей насыщенной фактами монографии. Опираясь на ее данные, попытаемся представить, что мы на минуту перенеслись на Пиджикентский базар VII века. Через открытую дверь раздается мерный переступ молотков «Несет гарью». Это крошечная кузница. Ее площадь всего 10 или 11 квадратных метров. Внутри и в получме, освещенные с полохами огня, работает кузнец и трое подручных или учеников. Двое из них непрерывно качают два меха и двойное сопло, через которое нагнетается воздух. Обеспечивает равномерность дутья, высокую температуру. Есть еще один горн, и в нем тлеют угли. Иногда изделие нужно подержать разогретым. Для этой цели служит открытый очаг в полу комнаты. Рядом с ним вмазан в пол сосуд с водой, необходимый для закаливания. В боковой стене ниша для инструментов. Молоты, молотки, шипцы, клещи, зубила и т.д. Недалеко от горна из сосуда с водой земляной пол утоплен деревянный брус, на нем железная наковальня. Куча железных заготовок в виде стержней и шаров разного размера свалены в одном углу. В другом углу сложены козлиные рога, а их применяют как карбюризатор или цементации поверхности готовых изделий. Ассортимент их был очень обширен, от иголок и ножей до замечательных стальных кольчуг и парадных мечей, которые высоко оценились на востоке. Очень близкими по устройству были мастерские ювелиров. Однако горны в них были поменьше, и имелись много тиглей, литейных форм, матриц, льячик. Ювелиры прекрасно знали свойства различных драгоценных и полудрагоценных камней и успешно их использовали. Бронзовые, золотые и серебряные курильницы, блюда, чаши, кубки, серьги, персни и ожерелья из золота и драгоценных камней – все это найдено при раскопках или же известно по изображениям в живописи и тарифтике. Борис Ильич Маршаку в результате серьезного исследования удалось выявить сагдийскую школу тарифтики и проследить эволюцию и взаимосвязи сагдийского серебра, а также детально изучить и другие группы и центры раннесредневековой среднеазиатской тарифтики. Несколько монографических работ по отдельным аспектам сагдийской истории и культуры основаны главным образом на пиджикенских материалах. Таковыми исследованиями Анарбаева по благоустройству городов Абдулаева, по проблемам сагдийского наследства раннеисламской культуре Средней Азии Семенова, по раннесредневековую фортификацию Согда. Подробно прослежена строительная история пиджикенской цитадели и двух городских храмов. Вместе прежней несколько статичной картины теперь стала очевидна динамика эволюции города, рост его территории, развитие укреплений, совершенствование и усложнение архитектурной жилищ. Эволюция храмов показала стабильность основного культа почитания богов. Во второй половине V-начале VI веков в одном из храмов существовало специальное помещение для вечного огня. Вероятные исследователи пиджикента правы, относя к культ, отправлявшиеся в храмах к местной разновидности зороастризма. Более того, они все более склоняются к тому, что вся совокупность иконографических материалов из пиджикента свидетельствует именно об этом. Эта интерпретация представляется наиболее вероятной. По-прежнему большое значение придавалось изучению произведений искусства. Беленийским были выпущены большие публикации росписи, причем, в отличие от первых изданий копий, они имеют подлинно документальный характер, включая воспроизведение цветных фотографий с оригиналов. Публикации сопровождаются детальным исследованием. Многое сделано в этом плане маршаком. За последние 15 лет весьма усовершенствовались прорисовки, выполненные с оригиналов. Даже при плохой сохранности росписей они позволяют выявить сюжет изображений. Благодаря этому сильно увеличился корпус иконографических материалов, что позволило и в изучении искусства перейти на новый уровень обобщения. Наиболее показательна в этом отношении статья Марша К. Искусство Согда, в которой росписи парадных залов рассматриваются как целостная система. Три ранга росписей зала различаются как формально, по их более или менее почетному месту на стенах и по размерам фигур. Так и содержательно. Высший ранг – культовая сцена, которая показывает богов, покровителей, семьи, молящихся перед ними хозяев дома. Второй ранг – иллюстрация к эпосу или сцены благородного образа жизни – пиры, охота. Третий ранг – иллюстрация к причинам, сказкам, басням, развлекательной сценки. Вся программа в целом показывает иерархию ценностей в мировоззрении сагдийцев. Роли, которые отводились к в нем благочестию, доблести, практической мудрости и развлечениям, показывают высокую самооценку представителей многочисленной городской знати. Это были не поданные восточных деспотов, а граждане городов государств. Каждый парадный зал дома по сложности своей архитектуры организации походил на дворцовый или храмовый интерьер. При этом сагдийские архитекторы были высокопрофессиональны. Они разрабатывали темы, имеющие большое значение в истории мирового зодчества, например, залы типа «вписанного креста». В изучении пиджикента за последние 15 лет количество перешло в качество. Все исследования частных проблем привели к созданию цельного представления об эволюции, социальной структуре, культуре и искусстве сагдийского города раннего Средневековья. Серьезная сводка по сагдийскому искусству была написана и американской исследовательницей Азарпай. Наряду с новыми обобщениями большой интерес представляют некоторые работы, посвященные частным темам, характеризующие отдельные стороны городской жизни. Так, история одного квартала на протяжении целого столетия со второй половины с 7 века по 70-е годы восьмого века показала движение земельной собственности в городе. Рост дома богача, присоединившего к своему жилищу скромный дом рядового гражданина. Урбанизация привела к усложнению образа жизни, театрализации ритуалов. Борис Ильич Маршак проследил в цели одного из пиджикенских храмов остатки деревянного подъемного устройства, заставляющего вспомнить стихи Саади об Идале, поднимавшем руки, когда спрятанный жрец тянул сзади за веревку. А широте кругозора сагдистов свидетельствует сюжеты росписей, навеянные переводной литературой к числу которых, теперь, видимо, можно отнести иллюстрации к великому индийскому эпосу Махабхарате. Местный земледельческий культ деда-земледельца, перекликающийся этнографическими ритуалами даджиков, приобрел в живописи пиджикенто, усложненные аристократические черты. Продолжались раскопки на Афросиабе, древний Самарканд, которые привели к открытию новых раннесредневековых объектов. В тексте книги Бабаджана Гафуровича Гафурова дано краткое описание памятников афросиабской живописи, сделанной на основе предварительных публикаций. В середине 70-х годов появилась в свет детальная публикация этих памятников, принадлежащая Перу Альбаума, дающая полное представление об этом знамечательном цикле среднеазиатского искусства, что значительно дополнило наше представление о сахдистской иконографии и идеологии. Отсылая интересующихся в этой публикации, отметим лишь, что художественный уровень афросиабской живописи соответствовал столичному статусу Самарканда, а степень ее информативности, особенно учитывая надписи, очень высока. Для изучения искусства и религиозных представлений сахдистов очень важны вновь обнаруженные асуари с изобразительными сюжетами в Самарканском и Южном Согде. Они публиковались Павчинской и Пугаченковой. Кроме того, опубликованы глубокие исследования этих асуариев. Важный вклад в изучение религии сахдистов сделали также лингвисты. Западно-германский ученый Хумбах провел глубокое исследование сведений письменных источников о некоторых божествах сахдистского пантеона. Причем извлеченные им из источников сведения и иконографические данные дополняют друг друга. Обширный цикл произведений искусств был открыт при возглавляемых аннигматовым раскопках в Шахристане на Калей-КХ-КХ-1. Этот цикл относится к VIII веку I половины IX века и является наиболее поздним из числа раннесредневековых памятников. Краткая характеристика шахристанских иконографических материалов была приведена в книге Бабаджана Гафуровича Гафурова. В 70-е годы реставратору-искусствоведу Соколовскому удалось воссоздать из осколков живописной композиции Малого зала. В своей лишь частично опубликованной диссертации он дал характеристику и исследования живописи раннесредневекового Шахристана. Вместе со статьей Нигматова эти работы дают общее представление о характеристике живописи Шахристана. Отдельные ее сюжеты были исследованы более детально. Также опубликованы статьи о произведениях резного дерева. Однако серьезного монографического исследования раскопок и искусства Калой Ках-Каха не существует. Это резко контрастирует с положением в области изучения искусства пиджакента. В Согде было обнаружено большое количество монет в одном лишь пиджакенте свыше 2000 экземпляров. Общая характеристика денежного обращения Согда содержится в работе Елены Абрамовны Давидович и Евгением Владиславовичем Зейбаля. В Бухарском Согде циркулировали выпускавшиеся здесь медные монеты. Вместе с тем с конца V или VI века выпускались серебряные монеты, чеканенные по образцу Драхм Варахрана V. Позже они стали снабжаться сагдийской легендой. В Самаркандском Согде в VI веке выпускались монеты с изображением лучника. Позже, VII-VIII веках, знаменовались значительными переменами в чекане и обращения монет. Ольга Ивановна Смирнова, выпустившая капитальный сводный каталог бронзовых сагдийских монет, назвала этот период денежного обращения позднесагдийским. Он знаменуется тем, что в 20-30-е годы VII века возникает новый тип сагдийских местных монет. Он был изготовлен по образцу китайских монет танцкого времени. Вначале в Согде просто копировали танцкие монеты, потом на них появляется краткая, а затем и пространная сагдийская надпись с титулом и именем царя и его знаками. Наряду с медными в Бухарском и Самаркандском Согде на базе Бухархудатских монет были созданы монеты Гитрифи и Мухаммади, обращавшиеся соответственно в Бухаре и Самарканде в первые века после арабского завоевания. Анализ сагдийских монет, легенд мукских, сагдийских документов и других источников, позволил Лившицу установить имена правителей древнего пиджикента. В сагдийской письменности он называется Панчем, первым правителем, имя которого засвидетельствовано на монетах был Гамакеайн или Хумакеайн. Он очевидно правил в конце VII века, может быть, в 70-80-е года этого столетия. Во всяком случае, до 690-го или 694-го года. Затем идет правитель с монетной легенды правитель Панчи государь Бильге. Его полное имя, согласно мукским документам Чикенчур-Бильге, сын Бичуды. Судя по имени, он был червского происхождения. Он правил примерно в 694-м, 708-м или 690-м, 704-м годах. И усменил по мукским документам Дивашчич, сын Йодхшитака. Однако монет с его именем нет. Согласно предположению Лившица, этот правитель около 790-го или 704-го до 722-го года, претендовавший на Самаркандский престол, не хотел, поэтому выпускать пиджикенские монеты со своим именем, опасаясь, что это будет воспринято как отказ от его притязаний. Поэтому монеты выпускались от имени его старшей жены, которая носила имя Нана. Это подтверждается и монетной стратеграфией в Пиджикенте. Первый анализ мукских документов позволил Лившицу выдвинуть с предположения, что поездка Фатуфарна после Дивашчича имела место не в 712-713 годах, а скорее в 718-719 годах. И именно тогда Дивашчич претендовал на Самаркандский престол. Впрочем, в трактовке этих событий все еще остается много неясного и последнее слово еще не сказано. Вместе с тем имеющиеся материалы показывают, что в сагдийском городе Панч в Пиджикенте немалую роль играли и тюрки. Иногда представители тюркской знати даже стояли во голове города. Правитель Чукенчур Бильге наряду с сагдийцами в Пиджикенте и его округе жили и тюрки, например, управляющие дворцовым хозяйством УТ. Это указывает на глубину этнокультурных тюркско-сагдийских связей. Средняя Азия и таджикский народ в периоды развития и утверждения феодального строя. Над различными проблемами истории таджикского народа в эпоху Средневековья работал целый отряд исследователей. Дать общий очерк достигнутого ими по всем направлениям исторического знания и уложиться в отведенный нам объем просто невозможно. Поэтому мы были вынуждены ограничиться в самом сжатом виде и чрезвычайно выборочно характеристика лишь двух проблем. Первое – изучение политической и социально-экономической истории. Второе – горд ремесло. К сожалению, пришлось отказаться от обзора новых исследований об археологии, науке, литературе, культурной жизни и дополнительного библиографического указателя. Часть 10. Политическая и социально-экономическая история. За истекшее время вопросы, связанные с историей Аравии, накануне ислама, возникновением и развитием ислама детально изучали советскими учеными, которые исследовали весь спектр источников. К тому же, с 1983 года успешно функционирует советско-эменская комплексная экспедиция, осуществляющая археологические, этнографические, исторические, историко-географические, лингвистические, архитектурные и антропологические исследования в Южном Эймене. Появились капитальные монографические исследования. Новое освещение получило проблема общественного строя Южной Аравии накануне ислама. Детально и глубоко исследовавшая эту проблему Людмила Викторовна Негря пришла к заключению, что до возникновения государственного образования в Медине развитие родоплеменной организации в Аравии шло по пути создания различных форм межплеменных и межродовых союзов, что таело в себе потенциальную возможность перерождения институтов община родового строя в институты классового общества и вело к становлению государства. С возникновением государственности в Медине дальнейшее развитие родоплеменной организации по этому пути стало невозможным. Заключение новых межплеменных союзов на старой основе запрещалось. Нет союза в исламе, провозгласил Мухаммад. Грабительские набеги как социальное явление, несшее на себя основную нагрузку внешнеэксплуататорской деятельности ислама, запрещенные государством в его пределах, были использованы последним с целью завоевания соседних стран. Эту трактовку полностью поддержал Петр Алексеевич Грязневич. Пути становления средневекового общества в Южно-Аравии и имен детально изучены Петровским. В его монографии читатель найдет освещение политической истории, хозяйственной жизни, соотношение кочевников и оседлок структуры общества, борьбы вероучений и многих специальных вопросов. По заключению Петровского, Южная Аравия следовала по пути генесиза феодализма с ясным превалированием античных начал, то есть сохранением значительных элементов древнего социально-экономического наследия. Этот путь становления феодализма Южно-Аравии находился под влиянием процессов, которые происходили в V и VII веках в кочевом и оазисном обществе внутренней Аравии, где сказывались новые формы политической и экономической зависимости и идеологии, нашедшие свое дальнейшее развитие в исламе и в общине Мухаммады. В некотором приближении, разумеется, с оговорками внутренняя Аравия может быть отнесена к дофеодальной, протофеодальной стадии общественного развития или же сопоставимо с типом генесиза, феодализма непосредственно из родоплеменного строя варваров. Итак, речь идет о том, что при всей специфичности развития отдельных областей Аравии в ней складывались феодальные отношения. Был предпринят анализ идейно-политической ситуации в Аравии VII века. Он позволяет говорить о существовании там пророческого движения, частью которого была деятельность Мухаммада. Анализ же сопоставляющих элементов его власти пророка может служить наглядным примером того, как история использует традиционные представления и институты, развивая их и вливая в них новое содержание. Занимались проблемой происхождения ислама и другие исследователи, в частности, Петр Алексеевич Грозневич. Ислам, сыгравший важную роль в истории и истории культуры таджикского и других народов Средней Азии и Казахстана, за последние два десятилетия освещался во многих трудах советских ученых, которые изучали его с позиции религиовидения. В истории культуры излагали много важных источников. На русский язык были переведены некоторые работы выдающихся от зарубежных исламоведов. Прежде чем проникнуть в Среднюю Азию, арабы разгромили Сасанитскую державу и захватили, в частности, Иран. Процесс завоевания арабами Ирана теперь получил детальное и всестороннее освещение в труде Колесникова. Особую ценность книги придает ее обширный трехтонный раздел «Арабы и покорение наследия Ирана». Здесь рассматриваются два типа экспансии ислама на восток – насильственное, то есть силой оружия, и мирное, подразумевающее заключение мирного договора между победителями и побежденными. Эти два типа имели значение для последующих взаимоотношений мусульманской администрации и населения. При этом большая часть территории Сасанитского Ирана была завоевана мирным путем. Договор включал в некоторых случаях требования принять ислам, в других случаях их было большинство – политическое подчинение с уплатой дани или подушного налога. Тогда население сохраняло религию и обычаи предков. Земли сохранялись за прежними владельцами. Массовое исламизание началось много позже. Далее Колесников рассматривает вопрос об иранских союзниках арабов и первых иранских мусульманах иранской администрации на завоеванной арабами территории, об основании арабских населений в Иране и арабской администрации. Все эти материалы очень важны для объяснения ситуации и в Средней Азии, для которой источники более скудны. После 1972 года была приведена определенная работа по изучению истории отдельных периодов и династий эпохи развитого Средневековья, Средней Азии, изданы статьи и несколько книг. В сосанинскую эпоху наибольшим политическим могуществом обладали владетели харизмы из Фиджаба Саганиана. В Саганиане правило династии мухтаджидов, и после падения самонидов Саганиан оставался под властью своих эмиров. Вот, собственно говоря, все, что было написано Бертольдом относительно Саганиана в самонидское и постсамонидское время. Исследование письменных и нумизматических источников позволило значительно расширить представление об истории Саганиана в эту эпоху. Выдающийся английский востоковед Бэксфорд, изучив многочисленные письменные источники, ряд из которых не был использован, Бертольдом впервые дал очерк политической истории Саганиана в X и XI веках. История этого владения рассматривается неизолированно, а в тесной связи с другими владениями. В заключительной части своей работы он излагает содержание особо важной статьи Елены Абрамовны Давидович, посвященной Саганианским монетам XI века и анализу их значения как исторического источника. Новые находки Саганианских монет позволили Эдварду Васильевичу Реттеладзе выявить имена ряда ранее неизвестных Саганианских правителей, уточнить даты их правления, установить степень их зависимости от центральной власти. В высшей степени результативным оказалось изучение Елены Абрамовны Давидович саганианских монет Ахсикета средневековой столицы Ферганы. Уже в конце IX века Ахмад бен Ассад положил начало ферганскому делу со столицы Ахсикета, как об этом свидетельствует его монета, выпущенная в 890-891 годах. Удалось установить имена и последовательность правителей Ахсикета в конце IX века, первой половине четверти X века. Пять первых владителей Ахсикета были независимыми не только фактически, но и формально, и демонстративно подчеркивали свою самостоятельность тем, что имя главы династии вовсе не упоминали на своих монетах даже в качестве сюзерена. Лишь VI владетель, получивший Ахсикет с помощью центральной власти, чеканя монету от своего имени в качестве сюзерена, главу династии, все же упоминал. Были исследованы и другие ферганские монеты вплоть до 70-х годов X века. Помимо различных вопросов политической истории, они зафиксировали многоступенчатую феодальную иерархию, феодальные пожалования с различным экономическим содержанием и административно-политическими привилегиями. Активизировалась работа в области изучения истории караханидов. В свое время крупнейшие востоковеды не раз высказывали мнение, что караханидские монеты позволят продвинуть вперед изучение истории караханидского государства. Большая серия нумизматических публикаций Елены Абрамовны Давидович в 50-е и 70-е годах показали на деле, сколь велики возможности караханидской нумизматики. За последние два десятилетия фонд караханидских монет резко вырос, обнаружены как отдельные монеты, так и целые клады. Значительно продвинулись вперед стараниями прежде всего Елены Абрамовны Давидович и Бориса Дмитриевича Кочева. Исследования в области караханидской нумизматики удалось идентифицировать многие титулы монетных надписей, что позволяло продвинуть далеко вперед изучение политической, в свою очередь, династийной истории караханидов, а также членения и политической структуры караханидского государства. Нумизматические материалы позволяют поставить также вопросы о взаимоотношениях в первый период караханидского господства, караханидских правителей и местной аристократии. Кроме этих исследований, можем отметить появление обобщающей работы Караева, который сделал попытку объединить все имеющиеся материалы по этнической, политической и социально-экономической истории. Задача эта в нашей науке традиционно считается исключительно трудной. С этим связаны сильные и слабые стороны книги Караева. Зия Мусаевич Буниятов создал целый труд по истории государства харизм шахов Ануштагенитов. Василий Владимирович Бартольд в свое время называл эту династию «самой блестящей» из харизмийских династий. Ее истории великий отечественный востоковед посвятил значительное место в своем основополагающем труде. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Однако, пишет в своей книге Зия Мусаевич Буниятов со времени издания труда Василия Владимировича Бартольда, 1900 год, прошло более 80-летий. За это время стали доступны сочинения арабских и персидских авторов документальных источников, изданные или обнаруженные в рукописях после выхода в свет труда Василия Владимировича Бартольда. До написания своей книги Зия Мусаевич Буниятов провел большую источниковедческую работу, комментированные издания перевода в двух письменных источников. Таким образом, источниковедческая база очень основательна. Книга Зия Мусаевича Буниятова включает детальное рассмотрение проблем возникновения, развития и гибели государства харизмшахов Ануш Тегенитов. Значительная часть сведений, сообщаемых автором, ранее не была известна. Большую ценность представляют главы, посвященные военной организации, структуре государственного аппарата, городам и селениям, монетному чекану и денежному обращению, культурной жизни и судьбе харизмийцев, покинувших родину. Уже этот перечень показывает богатство содержания книги. Приведенные в ней данные позволяют представить весьма конкретную картину важнейших сторон жизни в государстве Ануш Тегенитов. Это очень важно для выявления специфических черт государства харизмшахов. Следует подчеркнуть, что в книге приведены материалы, связанные не только с харизмом, но и со многими другими областями Средней Азии. Ряд проблем истории XIII века после монгольского ножествия исследован монографически Елена Абрамовна Давидович посвятила книгу денежному хозяйству Средней Азии после монгольского завоевания в XIII веке. Содержание книги значительно шире. Наряду с публикацией и исследованием собственно нумизматического материала в книге содержится на основе письменных и археологических источников «Анализ социально-экономического развития Средней Азии». Он приводит Елена Абрамовна Давидович к совершенно новым выводам и заключениям. Обычно время после монгольского завоевания до конца XIII века в исторических трудах рисовалось черной краской или же создавались надуманные концепции. На самом деле, согласно Елене Абрамовне Давидович, социально-экономическая жизнь пережила три этапа. Рубежом первого и второго этапов был Курултай – 1251 год. Третий этап связан с денежной реформой купца-правителя Масудбека – 1271-1272 года. И если второй этап был временем оживления городской жизни и денежной торговли в некоторых районах Средней Азии, то на третьем этапе созрели условия и объективные предпосылки для серьезного развития городской жизни и внутренней денежной торговли во многих районах Средней Азии. Книги Гафурова на странице 459-461 все это излагается на основании и со ссылкой на изданную в 1970 году статью Елены Абрамовны Давидович, поэтому очень кратко и обобщенно. Книга Елены Абрамовны Давидович позволяет значительно углубить и конкретизировать это изложение. Этому способствует также публикация текста и перевода Бухарского вакфа 1299 год, то есть оснащается к самому концу 13-го столетия. Публикация документа предваряется содержанием, введением, в котором на основании письменных источников дается анализ положения Бухары и ее округи в 1220-1299 годах. Авторы введения аренды Халидов и Чахович, проанализировав эти источники, в том числе текст вакфной грамоты, солидаризируется с общим исключением Елены Абрамовны Давидович. Истории 14-го и 15-х веков посвящено немало исследования и публикаций. Часть из них посвящена социально-экономической проблематике. История денежного обращения 15-го первой четверти 16-го века освящена в капитальной монографии Елены Абрамовны Давидович. Первая часть работы «Истоковеческое наследование», где анализируются надписи монет и пнатчеканов. Здесь выявляются денежные единицы. Согласно монетам, надписям устанавливаются термины, обозначающие те или иные монетные единицы, и выявляется их реальное содержание. Во второй части изучаются важнейшие проблемы денежного обращения. Много внимания уделено проблемам монетной политики и формы эксплуатации монетной регалии. Здесь рассматривается политика в отношении веса монет, масштаба цен и формам эксплуатации монетной регалии. Выявлено несколько кризисов денежного обращения, четыре денежные реформы. Наряду с денежными реформами общегосударственного, например, у Лукбека, Мухаммада, Шейбанихана. Значения в книге исследуются и реформы локального характера, в частности, проведения правителем гессарского владения Хосроушахом в 1500-1502 годах. Из письменных источников извлечены сведения о размерах вознаграждения различных категорий средне- и низкооплачиваемых людей, о периодизации и локальных вариантах чекана и обращения монет. Автор выделяет восемь этапов чекана в обращении медных монет. Приводится сопоставление центрального Мавера-Нахра с одним из провинциальных центров Гессаром. При этом выяснилось, что регион Гессара за XV век догнал центральную часть Мавера-Нахра по уровню развития производства товаров широкого потребления, по розничной торговле и степени вовлечения сельского населения в товарно-денежные отношения. Заключает книгу раздел, содержащий постановку вопроса об относительном за эпоху феодализма место периода XV – начало XVI века с точки зрения товарного производства. Как установила Елена Абрамовна Давидович, и вовлечение городского и части сельского населения в товарно-денежные отношения ни раньше, ни позже такого не было. Трудно переоценить общеисторическое и методологическое значение итога исследования. Нам представляется, что историки должны обратить пристальное внимание на тот отрезок времени, который по нумизматическим данным выглядит таким особенным, ведь это явление не могло быть изонилированным. И это, безусловно, лишь одно из звеньев в цепи фактов. Но это звено важно уже по одному тому, что оно требует искать остальные. Нумизматика показывает, что к рубежу XV и XVI веков вызревали какие-либо особые условия. Очевидно, в области товарного производства создавались некоторые условия, которые, однако, не получили дальнейшего развития. Наряду с проблемами социально-экономической истории историки занимались исследованием роли отдельных выдающихся личностей XV века, сыгравших важную роль в историческом процессе. Внимание специалистов привлек в частности Хаджи Ахрар в 1404-1490 годы. Крупнейший духовный феодал второй половины XV века, активно участвовавший в политической жизни своей эпохи. В советско-исторической литературе он чаще всего рассматривался как реакционный деятель и даже обскурант. Как сказано в книге Бабаджана Гафровича Гафурова, Хаджи Ахрар являлся одной из наиболее мрачных фигур в истории народа Средней Азии. В дальнейшем по этому вопросу разгорелась дискуссия между двумя видами специалистами. Ольга Дмитриевна и Чухович, публикуя документы, связанные с деятельностью Хаджи Ахрара, дала его характеристику, используя впервые многие ранее неиспользованные письменные источники. При этом она пришла к выводу, что выдавая себя за защитника угнетенных, Хаджи Ахрар в действительности был прямым пособником эксплуататоров. Он помогал им в тех случаях, когда народ не подчинялся грубой силе и требовалось более тонкое духовное орудие угнетения. Александр Николаевич Болдрев в блестящем исследовании привел много фактов, которые, напротив, свидетельствуют в пользу положительной роли Хаджи Ахрара и указал на необъективность и непоследовательность, проявленные прежними исследователями. Он подчеркнул, в частности, то, что Хаджи Ахрар активно боролся с идущей от монгольского завоевания традиции хищнического ограбления народа узаконенного произвола насильников, то есть с Чингисхановщиной. И далее он пишет, установившаяся в нашей науке отрезательная характеристика Хаджи Ахрара вынесена без достаточного учета всей совокупности известных первоисточников житий, писем, собственных сочинений Хаджи Ахрара в отрыве от исторической обстановки без попытки воссоздать и оценить его идейно-этическую концепцию, то есть без должного историка филологического и методологического обоснования. Конечно, вопрос никак нельзя считать решенным, здесь требуется углубление монографические исследования, учет всех сторон исторического исследования. Основателем является труд Ахмедова, посвященный Балхскому ханству 16-1 половине 18 века. В работе предпринята попытка не только воссоздать политическую историю Балхского ханства, занимавшего огромную территорию, простирающуюся с севера на юг между областью Хисар и горами Гиндукуш, между реками Муаргабом и Бадахшаном, но и раскрыть его социально-экономическое положение, политические и торговые связи с Индией, Ираном и Россией и выявить место этого удельного владения в судьбах Бухарского ханства, от которого оно находилось в номинальной зависимости. На основе письменных источников рассматривается политико-экономическое положение подвластных Балху городов, характеризуется занятие населения как городского, так и сельского. Определяется примерная топография Балха, главного города владения. В позднее средневековье территории к югу Адгисарского хребта на протяжении длительного времени, хотя и не постоянно, входили в Балхское владение. В книге Ахмедова во главе и главных городах Балхского ханства приведены многочисленные данные из позднее средневековых письменных источников о ряде городов и областей Южного Таджикистана Куляб, Хисар. Социально-экономическим проблемам XVI века и последующего времени посвящены несколько работ в частности книги Мукминовой, связанной с историей ремесла и социальной структурой города. Проблемы феодального землепользования явились объектом исследования Ахмедова, Давидович, Йоган, Мумкиновой и Чихович. Понимание отдельных проблем, связанных с наиболее сложным периодом истории Средней Асии, средневековьем, времен формирования важнейших экономических и идеологических институтов, наконец, государств и народов в значительной степени сдерживается отсутствием или фрагментарностью данных письменных источников неративного характера. Трудно переоценить в этой связи значение данных эпиграфики. Принципиальная возможность получения конкретных результатов по вопросам культурно-исторического круга при анализе эпиграфических памятников была доказана еще Василием Владимировичем Бартольдем. Он подчеркнул, что основные проблемы истории Маверонахара могут быть полно и воссозданы только при комплексном исследовании письменных источников нумизматического, археологического и эпиграфического материала. Представляется, что результаты эпиграфических исследований ученых Таджикистана Мухтарова и Датхудоевой позволили в определенной мере дополнить наши представления по истории и истории культуры таджикского народа в периоды с 11 по 19 века. Так, изучение эпиграфических памятников Кухистана 11 и 19 веков, проведенное Мухтаровым, способствовало пониманию эволюции такого важного института, как дихканство, лучшему уяснению административных функций казиев. Важным моментом исследования явилось выявление целого ряда ранее неизвестных каллиграфов-резчиков 14 и 16 веков. Стихотворные элегии на таджикском языке, выбитые на могильных камнях, явились образцами народной поэзии, процветавшей в этом горном крае. Украшением Кухистанской коллекции является надпись «Автограф Бавбура, выбитая рукой прославленного правителя». Самаркандская коллекция на могильных камней Кайраков 11 и 14 веков, одна из крупнейших в Средней Азии, стала предметом специального исследования Датхудоевой. Собранные в работе уникальные памятники эпиграфики углубили представление айб-истории Самарканда, особенно накануне нашествия чангизидов. Они свидетельствуют о сильном влиянии духовенства на все стороны жизни феодального общества, о борьбе религиозных деятелей за суннизм и чистоту ислама, против рационализма, философии и сектанства, о тесных культурных и экономических связях Самарканда с другими городами мусульманского мира, подтверждает высокий уровень развития ремесла и торговли, указывает на существование династии чиновников, осуществлявших городское управление, свидетельствует о достаточно высоком общем уровне грамотности населения, об использовании арабского языка только как языка культа и о преобладании родного таджикского. Часть одиннадцатая Город и ремесло Выше мы уже обращались к рассмотрению первой части книги «Средневековый город Средней Азии». Этот труд вышел в свет уже после появления книги Бабаджана Гафуровича Гафурова, автор второй части книги, носящей название «Город» в конце восьмого начале тринадцатого века. Ольга Большакова, один из крупнейших историков Мадеевистов впервые в отечественном востоковедении создал обобщающий труд по средневековому среднеазиатскому городу. Этот труд сочетает в себе обобщение результатов предыдущих исследований истории отдельных городов с глубоким исследованием всей совокупности письменных и археологических источников. От мельчайших и частных вопросов до крупных проблем работа Большакова творческая. Это анализ источников, это критическое осмысление и пересмотр литературы. Это разработка совершенно новых вопросов истории средневекового города Средней Азии с 8-12 веков, таких, которыми до Большакова никто не занимался. Но это и новые решения старых вопросов и проблем, за которыми большая и разноликая литература — это критический отбор одной из точек зрения, но и иногда отказ от всех. В первой главе труда Большакова очерчен круг проблем и охарактеризованные источники. Автор подробно останавливается на всех письменных источниках, оценивая важность каждого для темы исследования. Далее он пишет, единственный поставщик новых сведений — археология, и удельный вес ее данных о городе возрастает с каждым годом. Важнейшим достижением последних десятилетий явилось превращение археологического материала иллюстративного придатка в самостоятельный источник объективных зримых сведений в средневековом городе. Он вместе с тем указывает на особенности археологического источника. Он, безусловно, более объективен, чем письменные источники, совершенно свободен от классовой, религиозной и иной тенденциозности, которая так искажает картину прошлого, фиксируемую первым древних авторов, но он больше говорит сам о себе, чем об отношениях людей в обществе, его оставившем. Так процесс в общественных отношениях не всегда и не сразу отражается в прогрессе производства. Внутригородская организация настолько слабо отражается в планировке, что это отражение может быть не обнаружено. Синхронизация известных исторических событий с изменениями, обнаруживаемые на городище, не всегда надежна в силу неточности археологических методов датировки. К этому добавляются сложности, возникающие на почве несовершенства, методики раскопок, интерпретации и их результатов и характера публикаций. Во второй главе анализируются последствия арабского завоевания. В этой главе автор останавливается также и на характеристике города, предшествующего арабскому завоеванию периода. Он приходит к справедливому, на наш взгляд, заключению, что наибольшие изменения в связи с арабским завоеванием происходили в городах. В них стояли большие гарнизоны, селились арабские переселенцы. В них в первую очередь начиналась исламизация и арабизация. Устанавливались новые формы взаимоотношения и быта. После завершения арабского завоевания изменилось и положение города. Из резиденции феодала он превратился в административный центр, резиденцию властей, представляющих государство. Включение Средней Азии в состав обширной империи способствовало расширению торговых и культурных связей, которые продолжали развиваться и после ее распадения и быстрому росту городов. К началу IX века сложился тот тип города, который без принципиальных изменений просуществовал все Средневековье. Третья глава посвящена теме «Количество городов». Рассмотрение ведется по историко-культурным регионам Южной Туркмении «Хорезм». Фактическое содержание этой главы значительно шире, чем следует из ее названия. Для каждой исторической области, входящей в тот или иной регион, приводятся данные о городах, известных по письменным источникам сведения об их локализации, размеры соответствующих городич. Большинство этих данных сведено в таблицы. Для крупных городских центров анализируются данные о некоторых элементах их исторической топографии. Кроме того, ставится и вопрос о динамике городской жизни в тех или иных областях. Впервые после Василия Владимировича Бартольда заново была рассмотрена и сопоставлена вся совокупность письменных и исторических источников Таджикистана. Так, например, он вскрыл слабые пункты в предложенной Нигматовом локализации столицы Уструшаны, города Бунджиката, на месте современного Шахристана и высказал мнение, что сохранившееся средневековое описание «это города скорее подходят к Уротюбы». Последующие археологические исследования позволили уточнить или детализировать многие конкретные вопросы, составляющие содержание этой главы. В своих заключениях Большаков опирался на содержащиеся в средневековых географических сочинениях описания 250-270 городов. Общее его заключение сводится к тому, что в IX веке в Средней Азии происходит взрыв градообразования, причем города превращаются в крупные ремесли на торговые центры. Очень важным были IX и X века. В XI и XII веках рост городов продолжался, но не столь интенсивно. К концу этого периода города досягают наибольшей величины, которая была превзойдена только в XIX веке. Четвертая глава озаглавлена территориальное развитие города. Она содержит анализ истории и особенно исторической топографии таких крупнейших городов, как Мерф, Бухара, Самарканд. При этом автор останавливается лишь на тех вопросах, которые позволяют проследить рост городской территории и выявить размещение торгово-ремесленных и административных районов городов. Пятая глава численность населения содержит попытку определения численности населения многих крупных городов. По его мнению, к началу VIII века в крупнейших городах число жителей достигало 10-60 тысяч человек. В средних городах 5 или 10 тысяч человек. В XI и XII веках в Мерве могло проживать около 150 тысяч человек. В Бухаре 40-50 тысяч человек. В Самарканде 75-85 тысяч человек. В Самарканде с окрестностями 100-110 тысяч человек. В Тормезе 20-25 тысяч человек. В Бенкете 22-25 тысяч человек. Глава 6 рассматривает проблемы, связанные с ремеслом торговли бытом. Здесь дана широкая картина определенных сторон городской производственной деятельности. Текстильное ремесло, гончарное производство, стеклоделие, обработка металлов. Впервые были собраны сведения о строительных профессиях, о переработке продуктов земледелия и животноводства. В городах, как показывает Большаков, много людей были связаны с обеспечением внутригородских потребностей. Мельники, пекари, торговцы хлебом и съестными продуктами, в том числе харисой, рот плова из дробленой пшеницы и мяса. Мясники, портные, шапочники, сапожники. Торговля, как показывает Большаков, включала обмен между городом и сельской округой, торговлю с кочевниками, внутригородскую, межобластную и международную, в том числе транзитируя торговлю. Ассортимент товаров был необычайно широк. Специфический товар это рабы, особенно славился обучением и продажей невольников Самарканд. Как явствует из сообщений средневекового автора, невольники являлись таким же специфическим товаром Самарканда, как бумага. В городах были базары различной постройки, связанной с торговлей. Центром торговли были торговые черсу, помещавшиеся на перекрестке главных улиц. Торговые ряды часто были крытыми. Большую роль сыграли сарафы, менялы. Большаков считает, что хотя прямых сведений о цеховом устройстве ремесла нет, все же можно допустить ее зарождение в это время. В соответствующих разделах рассматривается вопрос о ценах и жизненном уровне, благоустройстве городов. С восьмого века в городах появляются первые бани, они широко распространяются в девятом веке, например, в Самарканде. В крупных городах имелись госпитали. Социально-экономические отношения в городе обстоятельно рассмотрены Большаковым в заключительной седьмой главе. Здесь, в частности, следуется вопрос о городском самоуправлении в средневековой Средней Азии. Он рассматривает статус и функции городских раисов, их взаимоотношения с центральной властью, это же касается Кадьев. Он приходит к мысли об отсутствии автономного городского бюджета и муниципальных органов. Некоторые муниципальные функции городского самоуправления выполняли квартальное объединение горожан и объединение ремесленников и торговцев. Жесточайшая эксплуатация вызывала восстания горожан. Большаков приводит в своем труде материалы, характеризующие городские восстания. Общее его заключение сводится к следующему. Город IX-XII веков в Средней Азии господствует над сельскохозяйственной округой, как политически являясь ее административным центром, так и экономически, поскольку значительная часть крупных землевладельцев живет в городах, занимаясь одновременно и торговой деятельностью. Рост ремесленного производства и торговли не только приводит к концентрации больших средств в руках городской верхушки, но и создает соответствующий прежде многочисленный слой ремесленников и наемных рабочих. Мы привели подробный обзор труда Большакова, ибо он значительно дополняет, а иногда и изменяет существовавшие ранее представления о среднеазиатском средневековом городе IX-XII веков. Конечно, не все общие и конкретные положения Большакова бесспорны, некоторые требуют дополнительного обоснования, другие спорны или дискуссионны. Это было показано в специальной работе Елены Абрамовны Давидович, которая, отметив слабые места в аргументации Большакова, предложила своей трактовке, продвинув вперед исследования истории средневекового города Средней Азии. Вслед за трудом Большакова, охватывающим территорию всей Средней Азии и Южного Казахстана, появились сводные или обобщающие труды по отдельным историко-культурным областям. Таковы работы Буряковы, посвященные генесизу и этапам развития городской культуры Ташкентского Оазиса и Байпакова, средневековым городам Южного Казахстана и Семеричи. Обе содержат обильный материал по истории отдельных городов, археологических комплексов, исследуют специфические черты урбанизации соответствующих регионов. Кроме того, ставятся и некоторые общие вопросы. Исследованы монографические отдельные стороны городской жизни IX и XII веков, в частности, городское благоустройство. Одна из сторон более поздней эпохи в истории городской жизни исследована в книге Мукминовой, которая осветила вопросы социального состава городов Узбекистана в XV и XVI веках. Она использовала разнообразные письменные источники, неративные и актовые. «Хотя мы не располагаем цифровыми данными, пишет Мукминовая, можно предположить, что в количественном отношении мелкие производители составляли в крупных ремесленных центрах, какими были Самарканд и Бухара, большую часть трудового населения. Среди ремесленников устодов, мастеров, были богатейшие люди, вроде Тангри-Берди, имущество которого включало два дома, мельниц, рабов, лошадь, большие запасы сырья, полуфабрикатов, готовых изделий, дорогие предметы, большую сумку наличных денег». Он был крупный делец, организатор производства и торговец. Среди его должников был даже шейх-ул-Ислам. Вместе с тем, положение рядовых ремесленников было очень тяжелым, они находились в долговой кабале. Согласно одному документу, ремесленник, не починявшийся скупщику, чьим должником он являлся, обязан был развести со своей женой не менее и не более. В еще более зависимом положении находились наемные работники и ученики. Еще ниже на социальной и имущественной лестнице стояла городская беднота и деклассированные элементы. В самом ее основании находились рабы. Сравнительно немногочисленный класс феодалов также состоял из нескольких прослоек. В частности, включаются духовных феодалов. Автор приходит к заключению, что в XVI веке заметно усилились имущественные и социальные расслоения городского населения. Внутренний строй ташкентского владения XVIII века был исследован Ольгой Дмитриевной Чехович. Изучение источников привело ее к неожиданным выводам. Внутреннее самоуправление в четырех частях города, а также в подвластных Ташкенту селах и городах, объединявшее все торгово-ремесленное и земледельческое население обширной области, носило черты своеобразного феодально-республиканского строя. Поскольку во главе ташкентского самоуправления стояли крупные торговцы и землевладельцы, принадлежавшие к аристократическому сословию хаджей, мы вправе назвать эту феодальную республику аристократической, важную роль играли, вероятно, цеховые организации ремесленников. Детальное исследование исторической топографии посредневекового Балха осуществил в специальной книге Мухтаров. Он в 1972 и 1974 годах изучал Балх на месте и тщательно исследовал многочисленные письменные источники. В книге дается описание и характеристика различных элементов города, стены, ворота, городские кварталы. Специальное внимание уделено городским сооружениям мечети, медресе. Книга завершается разделом о системе орошения. Книга Мухтарова содержит наиболее подробные, строго выверенные сведения об одном из крупнейших городов его исторической топографии. Велось интенсивное археологическое изучение ряда городских центров, в том числе крупных. Перечисления, а тем более характеристика этих раскопок не могут быть здесь приведены. Отметим лишь появление монографических публикаций по истории и исторической топографии от Рара, Ташкента и Ташкентского оазиса Кувы, Самарканда, Бухары, Согда, Мерва, Дахистана и других городов. Большие археологические исследования проводились в средневековых городах Таджикистана. Здесь прежде всего следует отметить продолжение Гулямовой, начатых еще в 1953 году Елены Абрамовны Давидовичи и Борис Анатольевич Литвинским раскопок Хульбука, городище Курбан-Шаид в Осейском районе. С 1958 эти работы Гулямова проводит много сезонов. Город был очень велик, лишь центральная часть его занимала около 70 гектаров. Основные раскопки были сосредоточены на цитадели 50 на 150 метров. Как показали раскопки, на цитадели был расположен обширный дворец. После сильного пожара в XI веке часть дворца была радикально перестроена. Дворец на последнем этапе состоял из двух частей. Более высокая южная часть пересекалась двумя крестовидно пересекающимися коридорами. В углах было множество помещений, в том числе парадных и культовых. Центральную часть вымощенного жженым кирпичом двора занимал водоем. Он был окружен парадными жилыми и хозяйственными помещениями. По обращенному к водоему периметру помещений шел колонный айван. Стены построек Хольбукского дворца делались из паксы, сырцевого кирпича и жженых кирпичей. Помещения комплекса были богато украшены. Полы были паркетными, из обожженных плиток. Стены покрыты штуковыми панно со сложными геометрическими растительными, зооморфными и эпиграфическими мотивами. Они встречаются изолированно или же в сложных сочинениях. Штуковые панно часто расцвечивались, что придавало им особую эффектность. О количестве таких панно может дать представление тот факт, что найдено свыше 5000 фрагментов и целых экземпляров. Сенсационным было открытие сюжетной живописи. Среди изображений сцены с гвардейцами и музыкантами. Раньше живопись была обнаружена в газневидских памятниках Афганистана. Синхронная живопись имеет специфику. Испорно, что хульбухская живопись продолжает иконографические традиции тахаристанской шире центрально-азиатской живописи раннего Средневековья. Предстоит еще детально исследовать эту проблему, но и сейчас представляется бесспорным, что хульбухская живопись важный дополнительный аргумент о теснейшей органической связи мусульманской и домусульманской культуры Средней Азии. В Кулябском же регионе 18 километров к юго-западу от поселка Московский Гулямова провела многолетние раскопки на городище Сайот. Это огромное городище полтора на 0,8 гитаров. Это огромное городище находится вблизи реки Пянжа. Раскопки открыли в Шахристане богатый аристократический дом дворцового типа 50 на 50 метров. Планировка его следующей. Вокруг центрального двора расположены по периметру помещения. Многие из них были украшены не менее, а иногда более богаты, чем в Хольбуке. Особенно богато украшены помещения мечети. В комплексе имелась баня. В целом комплекс штуковой декорации из Сайода, остатки найденные здесь на стены живописи, значительно дополняют находки из Хольбука. На городище имелись другие сооружения, аналогичные по планировке, но более скромные. Средневековые сооружения Хольбука и Сайода, а также некоторых других раскопках в Кулябской области средневековых памятников дают представление о рядовой городской застройке, жилищах в зажиточных и аристократических домах, о дворцах, о других типах городских сооружений и о городском благоустройстве. Трудно переоценить значение открытых здесь замечательных памятников архитектуры и искусства. В истину это среднеазиатская Самара. К сожалению, все это богатство опубликовано лишь в виде кратких заметок и предварительных отчетов. Публикация и исследование этих материалов впереди. Обширные археологические раскопки на средневековых памятниках городского типа или памятниках со средневековыми слоями провела в районах Шахристана Уротюбе Ленинабады Хаджента северо-таджикистанская экспедиция под руководством Нигматова. Так, в Хадженте было заложено в цитадели и Шахристане много десятков шурфов и небольших раскопов. Они дали важный материал для суждения астротиграфия отдельных участков города обнаружены предметы материальной культуры. Краткие отчетные данные об этих раскопках или их общие характеристики в обобщающих работах опубликованы, но ни одной обобщающей монографии пока нет. Многое сделано в области изучения истории горного дела и металлургии Средней Азии в эпоху Средневековья. Исследовано много средневековых рудников более детально и глубоко проанализирована история горного дела. Упомянем две монографии Бурякова. Буряков в своей монографии освещает вопросы истории горного дела и металлургии в Средневековом Илаке. Книга состоит из двух частей. Первая содержит подробное описание и характеристику рудников и плавильных пунктов Чаткала-Кураминского района, в том числе находящихся на территории северного Таджикистана рудников юго-западного Карамазара, для которых автор приводит наряду с ранее известными и новые собранные им лично данные. Вторая часть книги содержит характеристику этапов развития горного промысла в регионе. Здесь ставится вопрос об общих объемах добычи, о преобладающем значении добычи именно серебряно-свинцовых руд, об археологических следах добычи руд, относящихся ко второму тысячелетию до н.э. Затем приводятся характеристики отдельных этапов 8 века, 9 по 10 века, 11, начало 13 века и 16 веков. Бубнова посвятила свою монографию добычи полезных ископаемых в Средней Азии эпохи позднего Средневековья и Нового Времени. Вопросы эти и раньше обсуждались в литературе особенно Ивановым, но Бубнова сделала это не сравненно подробнее и основательнее. Она обследовала фонды московских, ленинградских, ташкентских, фрунзенских и оренбургских архивов, в том числе геологических. Исчерпыващие использованы печатные материалы, нанесения послов, отчеты путешественников геологические труды. Работа содержит сведения о добыче полезных ископаемых. Они сгруппированы по государственным образованиям. Бухарское ханство. Они дополняются сведениями о среднеазиатской торговле полезными ископаемыми, об организации горного дела и металлургии в эту эпоху. На территории Таджикистана раскопано поселение рудокопов Базар-Дара в Восточном Памире, Мургабский район, на высоте 3900 метров. Здесь имеется обнесенный стеной караван-сарай и, собственно, поселка, площадь около 1 гектара. Поселок состоял из 80-85 домов, из этого числа раскопано 6 домов. Приведенные здесь в труднейших условиях бубновые раскопки привели к открытию богатейшего комплекса материальной культуры XI века. Здесь производилась добыча серебра свинцовых руд. Собственно, городскому ремеслу посвящена книга Мукминовой. Это тщательно выполненное монографическое исследование состояния ремесел, а и положение ремесленников в Самарканде и Бухаре XVI века. Оно целиком основано на письменных источниках, актовых, исторических и литературных источниках. После краткого обзора состояния Самарканда Бухары в XVI веке Мукминова переходит к характеристике отдельных ремесел. В ее труде содержатся данные о тканском деле, красильном деле, производстве бумаги, металлообработке, изготовлении одежды, гончарстве, каменотесном и строительном деле, деревообделочном производстве. При анализе использованы археологические и этнографические материалы. В социальных главах рассматриваются такие вопросы, как социально-экономическое положение ремесленников, ремесленных мастерских, избытых продукции, податей с ремесла и торговли, социальные противоречия. Книга Мукминовой, содержащая обильный материал, бесспорно явилась важным вкладом в изучение средневекового среднеазиатского ремесла. Археологический материал средневековому ремеслу, полученный при раскопках, буквально огромен. Издано и исследовано лишь незначительной частью. Более всего повезло керамике, и стеклу из опубликованных монографий выделяются книги Шишкиной и Брусенко. Богатейшие комплексы керамики и стекла из раскопок на территории Таджикистана монографически до сих пор не опубликованы. Многое сделано для изучения средневековых среднеазиатских бронз. В том числе полностью опубликован узунский клад таких изделий, Колхазабадский район. Издание книги осуществлено по заказу Открытого акционерного общества «Орионбанк» в студии звукозаписи радио «Азия Плюс». Книгу озвучил Владимир Сойлендер. ремонт «Алжимойanych air» «Энш Wi bots»